Уже начинается вечером католическое Рождество, это уже тоже праздник, относящийся к Новому году. Это Новый год, потом Православное Рождество, в общем, будем праздновать. Наступают времена праздников. Ну и вообще, еще раз говорю, что поздравляю всех с наступающим Новым годом. И всем, конечно, очень любопытно знать, что нас ждет в следующем году. Как поется в одной песне, устроенные так люди, хотят знать, что будет. Вот, и сегодня как раз у нас новогодняя тема, что нас ожидает в 2016 году. И вообще, как лучше его провести, встретить, то есть вернее. Как нужно правильно провести новогоднюю ночь. Какой из знаков будет самый богатый в 2006 году. Это имеется в виду восточная астрология, новогодний фэн-шуй. Тема такая у нас сегодня. Секреты технологии привлечения удачи. Вы узнаете, с кем надо дружить, чтобы убежать от неприятностей. И какие эффективные инструменты фэн-шуй помогут увеличить наш, ваш финансовый поток. Наладить помощь от Вселенной очень легко, быстро и с пользой для здоровья. А выступает у нас сегодня на эту тему Нинель Смолина. Она у нас год назад выступала. Так, Нинель, я вижу, что вам нужно будет перезайти. У нас такая комната, она часто немножко капризничает. И после музыки другой спикер не может поставить презентацию. Другой модератор. Пожалуйста, просто выйдите и зайдите еще раз, как сначала. Я пока расскажу про вас. Скажите, пожалуйста, вообще кто-то уже был на выступлениях Нины Смолиной? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, а кто не был, поставьте нолики. Пятерки. Есть нолик. Ну да, вот последний раз как раз Нинель выступала у нас год назад. Тоже в декабре точно что-то не помню. Но примерно в этих, наверное, числах тоже. Ага. Кто-то знает, кто-то не знает. Ну, кто знает, тот пришел. Потому что на самом деле Нинель дает потрясающе интересную информацию. Но кто не знает, еще не слушал ее выступление, сегодня вы получите огромное удовольствие, слушая Нинель Смолину. Сейчас я кратко про нее скажу. Нинель – консультант Международного форума «Хэншуй». Практика более 12 лет. Проводит курсы, семинары по китайской метафизике и физиогномике. Вот я хочу на эту тему еще ее пригласить в следующем году. Автор астрологической рубрики на местном телевидении. То есть, если обобщить, то Нина, Нинель Смолина, она специалист по фэншуй и по китайской метафизике, то, что включает в себя китайскую астрологию Банзи и физиодиагностику. Физиодиагностику, ой, физиогномика. О чем будет сегодня говорить, я уже сказала раньше. Что будет у нас, что кого ожидает, какие знаки, что ожидает в 2016 году и как встретить Новый год и вообще. Туда, в какую сторону нужно гулять, чтобы найти свою любовь, открыть свои финансовые потоки и решить остальные другие вопросы, которые нас волнуют. Ну что ж. Сразу говорю, приготовьте ручки с карандашами. Наверное, что-то будете записывать, чтобы потом не бегали или не просили повторить. Все, друзья, я уступаю вместо Нинель Смолиной. Нинель, я так думаю, вы готовы уже выступать. Друзья, встречи Нинель бурными аплодисментами. Итак, здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, оценку звуку. Как-то я вот не могу найти панель управления, она почему-то... Ага, вот, теперь все в порядке. Ага, всем, всем здравствуйте. Всем очень хорошо слышно. С наступающим Новым годом вас. Действительно, взяли ли вы с собой ручки и листочки, или ежедневники, куда вы все это будете записывать, чтобы не переспрашивать меня по нескольку раз или попросить вернуть слайд. Комната очень такая сложная, поэтому... Как у меня с ней получится управляться, я не знаю. Поэтому лучше листок и карандаш. Вот, как говорили мои учителя, самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Очень много новых лиц. Поставьте мне, пожалуйста... Ну, Дерочка, молодец. Поставьте мне, пожалуйста, ну, давайте двоечки. Те, кто уже приходил на мои вебинары. Может быть, в прошлом году вы меня слышали. Или, может быть... Так... Вот в нынешнем сезоне вы слышали мои выступления. Вот, и площадка у Галины самая интересная в интернет-пространстве, потому что спикер не ограничен во времени. Никаких жестких рамок тут нет. Поэтому пой, ласточка, пой. Все, что ты желаешь. И я все время старалась очень готовить такие объемные, большие презентации. А на деле все время нам получается, что я только треть могу рассказать. Там или четверть, или половину, в лучшем случае. Так что вот сегодня я надеюсь, что я успею вам рассказать все со всеми секретами. И к тому же это сегодняшнее практически предпоследнее выступление именно по этой теме. Потому что дальше уже, ну, просто это будет не актуально. А все важные секреты и активации, даты очень такие серьезные, крутые энергетические емкие, они уже пройдут. Так вот, тот, кто со мной не знаком, вот я немножечко о себе вам расскажу, чем я занимаюсь, что я делаю. По житейскому образованию, или как это называется, по мирскому образованию, я экономист, я банковский служащий. Я почти четверть века посвятила этой профессии. И закончила Ивановский государственный университет. Вот. И где-то вот в середине жизни меня вдруг эта эзотерика очень сильно стукнула по голове. И опять же, вот эта банковская сфера, она и сподвигла, что ли, к тому, чтобы начать это изучать. Потому что это очень интересно, найти какие-то корни. Так вот, что вообще это за науки, если кто-то не знает? Фэн-шуй в простонародье, вот в моем окружении, в шутку это называется двигание табуреток. Сначала я сопротивлялась этому, а потом я согласилась. Вот пусть это будет двигание табуреток, пусть это утрированно звучит, но это на самом деле так. Однажды передвинув там стол или кровать, а жизнь может круто измениться. И фэн-шуй – это настройка пространства для человека. Фактически это дом или офис, то, где человек находится. Циминь-дунзя – это другая, очень серьезная наука мастера. Некоторые говорят, что она даже древнее, чем фэн-шуй. Это наука о войне. Переводятся эти четыре загадочных иероглифа, как спрятать вождя за таинственными вратами. Эту науку обязаны были знать все генералы в Древнем Китае. И в нынешнем таком переложении, что ли, бизнес – та же война. Нужно выстраивать какие-то стратегии, нужно правильно выставлять товар на рынок в правильное время, в правильном месте, в правильном направлении. То есть это тоже стратегия и тактика. Циминь – он такой двухсторонний или двухаспектный инструмент, предсказательный аспект, очень сильно развитый, причем настолько интересный, хорошо он работает. Об этом мы будем разговаривать в январе о прогностических практиках именно года огненной обезьяны. А второй аспект у циминь – это прогулочно-активизационный. То есть здесь активатором становится сам человек, потому что он в движении накапливает эту благоприятную энергию. И чем чаще человек это использует в прогулках каких-то, или в драконах, или в романтическую нефритовую деву, или нефритовую леди, кто как красивее назовет, так и будет. То есть позволяет человеку оказываться в нужном месте в нужное время. Система Бадзи – это четыре столпа судьбы или восемь иероглифов. То есть каждая дата рождения записывается четырьмя парами иероглифов. Два иероглифа года, два иероглифа месяца, два иероглифа дня, два иероглифа часа. В официальных документах используются только три столпа часа, никто и нигде не указывает. Но я очень вам рекомендую, особенно молодым мамочкам, сохранять эти бирочки, которые выдаются в роддоме, или как-то эту дату где-то очень тщательно записать или, по крайней мере, запомнить на всю оставшуюся жизнь и сказать своему ребенку, что ты родился именно во столько-то. Запомни этот час. Потому что астрология – наука будущего. И в китайской системе важна двухчасовка. А в западной астрологии там практически до минуты очень важно это время. И Бадзи нам говорит, чем наделила Вселенная каждого конкретного человека, что у него в этой корзине элементов, есть ли там баланс, и чего там больше, то есть по какому пути этот человек пойдет, какая у него будет удача. И вот настраивая фэншу, обязательно нужно построить эту астрологическую карту, чтобы понять, куда, чего добавить, где, чего не хватает. Ну, Идзин, вы, наверное, очень многие, если не все слышали и знаете, вот эти шесть монеток мы подбрасываем и рисуем шесть черточек или прерывистых или длинных, в зависимости от того, орел или решка. И получается у нас 64 комбинации, которые практически отвечают на любой какой-то жизненный вопрос. С помощью Идзин можно тоже прогнозировать что-то, можно... искать. Вот это вот все-таки восток, это самое главное, это предсказательный аспект. Светочка, я вам расскажу, но лучше брать местное. Вот, и Дзевей-Доушу, другая астрологическая система, тоже очень интересная. И по ней я тоже попыталась со своей коллегой строить прогноз на 2016 год. Очень интересное у нас получилось предсказание. Кстати, у очень многих знаков зодиака успех в недвижимости будет. Именно вот по системе Дзевей мы смотрели. Аспект выбора дат, это, ну, такая неотъемлемая часть любой фэн-шуйской какой-то техники. Без правильного выбора дат, ну, все остальное будет не очень серьезным, или включаться будет очень-очень долго. Так вот, это вот моя такая вот 12-13-летняя, давняя любовь уже. А этот год у меня был посвящен огромному обучению, просто огромному. Я весь год училась, и я закончила курсы по астропсихологии. Я закончила обучение по харарной астрологии, по хиромантии, по Таро. Я училась почти там 10 месяцев, если даже не больше у нас получилось. И продолжаю вот учиться нумерологии. Нумерологию я брала восточную, сейчас вот тоже переключилась на немножечко другую. Ну, и в этом же году у меня был большой тренинг по китайской физиогномике именно в интернет-пространстве. В основном я все-таки ездила по городам и весям с этим семинаром. То есть проводила его лично и живьем. А в этом году он прошел на просторах интернета точно так же, как вот эти вебинарные выступления. Но он был очень большой и очень подробный. В этом году есть желание его запустить, потому что и в этом году я успела съездить к мастеру по китайской физиогномике. Ну, какие-то... Много чего я уже знала на этом курсе, но были какие-то очень интересные, потрясающие секреты. Надежда, да я даже и не знаю, что у меня больше откликается в душе. Я потрясена была харарной астрологией. Просто потрясена. Насколько там было интересно вот искать какие-то штучки. Не знаю, мы искали дорогое швейцарское ароматическое масло. Ну, мы искали документы, паспорта, там прочую какую-то штучку. Мы искали зарядки от каких-то... Ну, не мобильников, но от каких-то бытовых устройств, которые, ну, в единственном каком-то числе. И, ну, их очень сложно как бы вот... Ну, подобрать, что ли, вот так бы можно было сказать. Вот даже... Даже вы меня сподвигли прочитать один отзыв. Потрясающий. Он просто потрясающий. Но таких было, таких было, конечно, много. Если я его сейчас найду, я вам его зачитаю. Девушка потеряла какую-то штуку, типа зарядного устройства, которое... Вот. Девушка пишет. Нинель, у меня каким-то странным образом потерялась, пропала зарядка белая от депилятора. Все обыскали, и аналогов таких нет. Помогите. Я ей отвечаю. К нижней шкаф или шкаф в спальне, но ближе к полу, где-то очень внизу. Другой вариант. Около иконостаса. Вот это был мой ответ. Она пишет вот в чат, куда я... Где этот вопрос был? Она отвечает. Нинель, браво! Нашелся благодаря под компьютерным столом. Возле него еще шкаф, а на полочках статуэтки и обережные куклы. Удивительно! И я отвечаю, да, иконостас, я представляла себя как-то по-другому. Ну вот, звездам оказалось виднее. Вот, представляете, вот, чего могут звезды? Вот. А потом, следом, следом, поправ... Следом, шел другой вопрос. Действительно удивительно, даже дочка спросила, может ли эта волшебная тетя найти розовый зонтик. Вот, ребенок. Построили карту ребенку вот на этот зонтик, но он оказался в движении, в транспорте, что он куда-то едет, и у зонтика уже есть соединение с кем-то, то есть он уже в чужих руках. Ну вот, чтобы вы понимали, что такое вот эта вот харрорная астрология, это четкий, конкретный ответ на вопрос. Очень интересно, она отвечает на чувства в отношениях, будет ли брак, не будет брак, плохой, счастливый, несчастливый, долгий, короткий, с детьми, без детей. Вот, а таро, оно у меня отозвалось, знаете, нюансами, душевными нюансами, потому что феншуй, астрология, это все очень конкретно, а таро, это эмоции, это чувства, и это иногда выбор, а как, а что будет, если по этому пути, а что будет, если по этому пути, вот здесь вот такие вот нюансы, это вот, ну, два таких предмета, но физиогномика, она все равно любовь. Так, фанер, почему наша страна встречает Новый год по приказу Ленина и Калинина? Феншуй из Китая пришел, а китайцы встречают правильно, когда все планеты переходят на следующий солнечный год. Я уже 20 лет Новый год по китайскому календарю. Ну и молодец, да? Ну, вообще, феншуй в Россию пришел, ну, где-то в году 95-96, вот, то есть, ну, буквально, пять, ну, лет 20, наверное, мы что-то знаем, но только последние лет 10, вот, ну, очень хорошо для, на широкую такую аудиторию его открыла Наталья Правдина. Вот, поэтому, ну, народ что-то стал узнавать, и что-то дальше стал предпринимать, интересоваться этим восточным искусством, потому что это законы физики, ну, вот мы не сопротивляемся тому, что если мы вместо зарядника в розетку вставим свои пальцы, и нам бы по голове за это не ударило, да, это же закон физики, то и фэншуй те же самые законы, просто может быть мы о них не знаем, а они очень сильно работают. Так вот, сегодняшний план, я вам расскажу о генеральной уборке, я вам расскажу о новогодней елке, о новогоднем столе, о новогодних путешествиях, а мы поговорим с вами об активациях, по фэншу и цене, ну и там на что останется у моих сил и вашего терпения, будем разговаривать дальше. Так вот, в этом году я вам по большому секрету говорю, что все-таки лучше всего встречать новый мод у себя дома, поэтому перед встречей гостей нам нужна генеральная уборка. По той же системе выбора дат, с точки зрения вот этой восточной философии, они считают, что время циклично, и там есть очень много разных методик по выбору времени, одна из которых называется 12 индикаторов удачи, или 12 управителей удачи, и каждому этому управителю дается какое-то имя, что ли, и назначение. Бывает управитель установления, бывает управитель наполнения, который очень хорошо подходит для того, чтобы открывать банковские вклады или пополнять банковские вклады, открывать сеть каких-то бизнесов. Есть управитель успех, который любят все очень, потому что это самый красивый, самый мощный, самый благоприятный управитель, он и называется так, успех, когда можно все, и выходить замуж, и открывать бизнес, и устраиваться на новую работу, и делать дорогие покупки, в общем, все, что угодно. Этот чиновник благоволит всем таким глобальным, хорошим, позитивным делам. Вот единственное, нельзя беки всякие запускать. А вот управитель удаления или избавления как раз рекомендует убираться, разбираться, инвентаризировать что-то, расставаться с тем, с кем вам уже как бы, ну не по пути, или по какой-то другой причине, разводиться, идти в медицинские учреждения с целью удаления чего-то там, папиломки, ненужной какой-то родинки, болячки, или зуб вам надо вытащить. Вот управитель удаления. Но вот относительно медицинских вопросов, если вам нужно что-то полечить, и допустим поставить пломбу в зуб, то управитель удаления он не подойдет, потому что это будет инородное тело, оно будет выкидываться из организма. А для уборки идеально подходит вот управитель удаления, который будет работать 27 декабря. Это будет просто генеральная предновогодняя уборка, которую мы можем привнести, во-первых, вот эту восточную традицию, круг порождения элементов, или усин, где, ну может быть вы об этом слышали, дерево рождает огонь, огонь рождает землю, в земле рождается металл, металл охлаждаясь рождает воду, вода питает дерево. Так вот во время уборки, после того, как вы вот навели ревизию в всех шкафах, то, что не нужно, или выбросили, или подарили, или отнесли в ремонт, если это неисправно, везде этот навели порядок, не забудьте, пожалуйста, и про свой компьютер, навести порядок в этих вот файлы разложить, что-то удалить, которое уже устарело до невозможности, или стало неактуально, или неинтересно, удалить из скайпа массу, допустим, уже устаревших ненужных контактов, чтобы все это не подгружалось, и не висело у вас, вот компьютер, потому что у нас это, ну, практически у 99% это рабочий инструмент, это наша какая-то вторая жизнь, поэтому о нем тоже вспомните. И вот когда мы убираемся, из чего может у нас состоять этот вот круг пяти элементов? Ну, вода, само-самое, без воды мы пол-невым. есть такой элемент, который называется соль, кристаллический элемент, элемент земли, который используют и славянские какие-то ведические системы, да, и восточные не отказываются от этого вещества. В общем-то, соль – это что-то такое тоже практически волшебное. И если мы его просто чуть-чуть добавим в ведро с водой, вот у нас уже будет вода, земля, после уборки обязательно нужно открыть все окна, чтобы впустить энергию воздуха. Но в восточной метафизике элемента воздуха нет, он как бы ассоциируется с металлом. То есть для того, чтобы металл зазвенел, нам требуется ветер. И в активациях мы тоже металлические активации делаем с помощью либо вентилятора, либо вот какие-то мобили, которые качаются, то есть как-то запускаются с помощью ветра. Потом включить во всем доме свет, ну, хотя бы на 10-15 минут, то есть добавить элемента огонь. И очень хорошо, если вы просто купите какой-то букет свежих цветов после этой большой генеральной уборки. Если не до этого, то по крайней мере цветы все равно в каждом доме есть, которые вот в горшках. Если его помыть, тоже ему устроить душик, то не сразу ставить его на свои места, там на подоконнике, а пусть он где-то вот в центре комнаты у вас, но постоит это же время, что открыты окна и горит свет. Вот мы этот круг пяти элементов просто замкнем и выполним свою какую-то вот эту фэншуйскую задачу. А чисто психологическую задачу мы должны выполнить, когда мы убираемся. То есть все свои действия по убиранию грязи нужно совместить с визуализацией избавления от всех проблем. Я выметаю всю грязь окончательно и бесповоротно. Вся моя там семья здорова. Все мои там детки, мужья, мамы, папы, кого вы там хотите упомянуть. То есть вот это позитивные какие-то аффирмации, надо немножечко там, ну как-то проговаривать, чтобы вселенная вас услышала. Что вы хотите. Это вот просто генеральная уборка. А дальше у нас есть волшебный такой ритуал. Волшебная уборка для укрепления иммунной системы дома. Эту технику нам привез Владимир Захаров. Буквально, может быть, 3-4 года назад. Совсем недавно. И здесь мы убираемся только в конкретном каком-то секторе. В этом году это будет север. Есть возможность убраться, есть персональные даты. Но так как вас тут очень много, можно использовать общие хорошие даты, которые будут 24 декабря. Час козы это с 13 до 15. И 29 декабря тоже час козы с 13 до 15. В северном секторе это 0 градусов. Чтобы его найти, можно взять обыкновенный туристический компас, поставить его в центр дома, ну или где-то там на перекрестке ваших тут каких-то путей сообщения в доме. Табуретку, то есть ровную поверхность какую-то на нее компас. Потому что у неопытных еще ручки дрожат, и стрелочки как бы там дают какую-то погрешность. Если вы просто положите на ровную поверхность, там на табуретку, на стол, неважно, и совместите красную стрелочку с нулем градусом, то вы найдете этот север. Вот тот участочек в комнате или во всем доме нужно вымыть. Если там стоит небольшая мебель, это двинуть и поставить на место. Если уж там что-то большое, габаритное, вам, естественно, это будет не под силу, то, ну хотя бы вокруг. Вот это будет наш такой волшебный ритуал для укрепления иммунитета вашего дома, для защиты от плохих энергий Суйпо или Тайсуй, Треша. Но вот эти все проблематичные энергии, они позволят защитить наш дом. Следующим пунктом нашей программы у нас идет вопрос, куда поставить елочку. В интернете, возможно, уже все мои коллеги выступили. Может быть, вы что-то слушали, может быть, вы что-то смотрели, может быть, вы что-то читали. Но вот как профессионал, моя такая вам все равно рекомендация, потому что журналисты пишут много. Иногда они пишут просто так, на потребу, в соответствии с заданием редакции, не всегда разобравшись в том, что есть на самом деле и правильно ли это. Ну, может быть, какие-то там самые-самые начальные знания, какие-то и то, что подружка рассказала. И рекомендации я видела про елку на юго-востоке и про елку на востоке. Вот, даже на западе можете поставить. В общем-то, вот я вам рекомендую обращать внимание на подпись. Если вы это в статье читаете, то кто подписал этот опус? Если там есть формулировка, консультант по фэн-шуй, специалист по фэн-шуй, особо амбициозные товарищи пишут, мастер по фэн-шуй. Вот, хотя вот звание мастер присуждает только Международная академия на востоке. Вот, но это тоже в какой-то степени восточная традиция всех учителей считать мастерами. Вот, если этой приставочки нет, то, ну, как-то более придирчиво, что ли, относитесь к этой информации. Ну, а если вы заходите на сайт уже известному, с вами проверенному консультанту, то, естественно, там достаточно правдивая и хорошая информация. Так вот, на востоке нельзя ставить ёлку, потому что там звезда болезней. В месячной карте там ещё и звезда конфликтов, поэтому ваша новогодняя ночь может привести к ссоре и к отравлению. И восточный участок для ёлки тоже особо не подходит, несмотря на то, что годовая хорошая звезда. Но месячная звезда, она немножечко всё это портит. Поэтому, когда профессионалы ищут место под то, куда эту ёлку поставить, строится энергетическая карта года. Вот она у нас слева. И здесь у нас оказалась, в принципе, вот, ну, восток – хорошая звезда, север – хорошая звезда и юго-запад – хорошая звезда. Вот. Но ёлку мы ставим именно в декабре, поэтому нам нужна энергетическая карта декабря. А в декабре у нас, вот то, что я вам сказала, восточный сектор оказался под вопросом. Достаточно серьёзным, потому что месячные звёзды работают намного сильнее. Хорошая звезда осталась на севере. Хорошая звезда осталась на юго-западе. И хорошая звезда есть на юге. Но годовая звезда на юге плохая. Поэтому юг, в принципе, подходит тем людям, у которых профессия или, ну, вот, хобби, род деятельности, как-то связан с речью, с языком. Те, кто зарабатывает деньги в разговорном жанре. Ну, журналистика только вот, которая агрессивно показывающая, то есть тележурналистика. Вот пишущая – это немножечко не то. Вот. И нюанс будет. Ёлка там, в принципе, возможно, но с некоторыми условиями. Так вот, если вы фэншуй вообще не верите, и как бы вам это не сильно интересно, или, может быть, кто-то из ваших знакомых живёт обыкновенной жизнью и не заморачивается о чём-то таком высоком, то просто ёлочка, как атрибут праздника, может стоять у вас в каком угодно месте. И там не надо пугать там своих знакомых после того, как вы, ну, вот, послушаете меня. Потому что вы будете знать причину, а им, ну, если они не верят, не надо, вот, мастера нам говорили, не просят – не лезь. Светлана, искусственная или живая? Ну, в принципе, без разницы. Просто кто какую любит, просто живая же как-то больше, ну, вот, на это волшебство настраивает. Но китайцы говорят, что срубленное дерево – это мёртвое дерево. Поэтому вот выходом из такой интересной ситуации это живая ёлочка в горшке. Будет супер. Вот. А там просто уже на ваше усмотрение. Что вы больше любите, к чему душа лежит, такую ёлку вы и будете наряжать. Вот. Итак, из всего теоретического материала я надеюсь, вам понятно, что одним из самых лучших секторов для ёлки является север. Потому что там у нас денежная звезда, там у нас звезда счастливых событий, а в паре они работают просто великолепно. И те, кто приходил ко мне на вебинары в январе и феврале месяце, когда я вам рассказывала про козу, я всем рекомендовала провести пятнадцатый год на севере. Поставить свой там рабочий стол или кровать, ну, или, может быть, диван, на котором вы, ну, сидите, работаете за компьютером. То есть там, где вы проводите больше всего времени. Потому что в фэншуй важнее всего человек. Не вот эти вот жабки, лягушки, хатэчики, утки, мандаринки и прочая вот сувенирная китайская продукция. Самое главное человек. То есть, если мы знаем, в каком секторе находятся денежные энергии, то, естественно, надо туда идти самому. себя туда покласть, положить, посадить, как хотите. Но в таких звездах, в таких секторах должен находиться человек. Вот, если у вас еще осталось полтора месяца, чтобы воспользоваться этой потрясающей ситуацией, но относительно севера намного меньше времени осталось. Потому что по некоторым астрологическим методикам 16-й год начинает стучаться уже практически вчера в день зимнего солнцестояния. И энергии могут уже накладываться одна на другую. А как стыковать личные энергии с энергиями года? Что их стыковывать-то? Нужны деньги? Садитесь в северный сектор и работайте в северном секторе. Вот это будет лучшая состыковка. Сидеть на север лицом или спиной. В принципе лицом мы всегда садимся туда, откуда идет энергия звезды. Если звезда денежная идет с севера, то лучше повернуться лицом на север. Но если такой возможности нет, тогда хотя бы попасть в северный сектор. А там все ухватить невозможно. 100% удачи живым людям на земле взять невозможно. Поэтому у нас 33% это небесная удача, 33% это фэншуй пространство дома и 33% это еще что-то. Там какие-то наши благодеяния. Так, фанир. Смотрите, по этому поводу есть две даты. Первая дата это 4 февраля. По-моему там 17.47 что ли время. Сейчас я если найду быстро. вот эта дата используется для всех прогностических практик в восточных методиках. Это называется солнечный календарь. То есть по солнечному времени 4 февраля это начало астрологического солнечного года. А у китайцев есть традиция они отмечают новый год в первый лунный день первого лунного месяца. И этот день приходится у нас на 8 февраля. Поэтому вот сам праздник китайский новый год будет 8 февраля. Сам праздник. А то, что мы используем во всех прогностических практиках астрологический год начнется 4 февраля вот 18-17. Вот в это время. Понятно? Так, уж на работе никто не подвинется. Ну, вы не рассказывайте секрет-то. Вот. Элеонора, об этом мы будем говорить с вами в январе. Приходите на мои вебинары, я вам все расскажу. Так, я сижу в секторе север, лицом на восток. нормально, сижу в секторе север, но в этом году у нас чего? Восток у нас тоже с хорошей звездой, то есть у вас получилась комбинация 1-8. Замечательно. Продолжайте. Я живу в своем доме, недавно в северной стене пришлось сделать входную дверь. Если у вас ничего плохого не произошло, это хорошо, потому что треша у нас были на западе, в декабре скорее всего треша на юге, потому что это вода, и дверь на севере это у вас достаточно хорошо, по крайней мере на декабре что ли в декабре, то есть у вас полтора месяца воспользоваться этой благоприятной энергией очень хорошо. Танечка, а вот вам лучше повернуться. Вы сидите на севере, но юг для 15-го года не окей, но опять же, если ваша профессия, ваша деятельность как-то связана с разговорным жанром, то может быть не все так плохо, но скорее всего очень много было у вас каких-то конфликтов и сплетен, особенно с молодыми девчонками. Дальше что у нас на севере есть хорошего? Весь год тут был академически благородный, то есть это очень хороший был сектор для студентов и учеников. Сам север это астрологический дом крысы, а крыса это цветок романтики, зимная ветвь цветка романтики. То есть посмотрите сколько там потрясающих энергий и романтика, и академические успехи, и деньги, и счастливые события, и быстрые деньги. Представляете? И я просто как профессионал все-таки вам говорю, что лучше на севере накрыть стол, а не ставить елку. Дальше уже на ваше усмотрение. Получается, что у нас Новый год приходит в один и тот же день. У нас как Фанер писал, что мы праздник встречаем по указу Ленина и Калинина. Вот назначили все равно точка отсчета какая-то нужна. Не Ленин с Калининым, кто-то бы другой сделал эту дату. Где-то нам надо какой-то толчок от чего-то нам надо печку-то найти-то чего плясать-то. А китайцы пользуются вот этим лунным календарем. А Луна это царица ночи, она вот такая изменчивая. хочет она 17 января начнет светить, хочет она 8 февраля начнет сиять на небосклоне. Это уже ее какая-то прихоть, мы тут только под нее подстраиваемся. Вот, она же как женщина вообще непонятно о чем у нее там в голове. Когда хочу, тогда и свечу. Солнце где хочу, а Луна когда хочу, тогда и буду. Второй сектор потрясающий юго-западный сектор. Там у нас образовалась комбинация 10. Девятка это звезда быстрых денег, восьмерка это звезда стабильных денег, а девятка звезда быстрых, то есть каких-то коммерческих, если вы имеете какой-то дополнительный доход, ремесло какое-то дополнительное, или вы просто занимаетесь бизнесом, бизнесом тогда вот девятка это ваша звезда. Она ну вот неожиданная такая, вот правильно подумал, правильно сказал, бац, много заработал, неправильно подумал, неправильно сказал, неправильно сделал, мало заработал, или вообще не заработал. Она вот работает примерно так. В комбинации 1-9 это потрясающая комбинация, которая способствует деторождению. И если вы интересуетесь с этим вопросом, работаете по этой теме, продолжение рода, тогда вам на юго-запад. Это также романтические знакомства, очень такие интересные, что ли, с фейерверком чувств, с хорошим каким-то основанием, то тоже юго-запад. вот елку очень хорошо будет поставить туда, но аккуратно со сверлением. И вот то, что я вам сказала, если у вас нет такой возможности разместить этот аксессуар новогодний на севере или на юго-западе, ставьте где хотите, но не украшайте гирляндами, потому что гирлянда или огонь, он будет одним из самых мощных активаторов фэн-шуй. И если второй совет, если нет возможности поставить елку, просто там мало места, или какие-то у вас другие особенности, то стены в этих местах все равно есть, то можно просто повесить в этом местечке на севере или на юго-западе гирлянды или зажечь какой-то светильник, который будет очень долго гореть. Но Светлана все советы притворяет сразу в действии. Молодец! В начале своего выступления я вам говорила о важности выбора даты. Так вот, если вы хотите использовать елку как активатор удачи и получить от этого пользу, очень важна дата установки. Может быть, вы тоже в интернете встречали, потому что каждый консультант, который владеет той или иной техникой выбора дат, все равно подбирает для своих подписчиков, для своих знакомых, для своих клиентов какие-то даты. Тут опять тоже зависит все или от уровня образования, чему человек, какой техники он научился, использует, какой-то любви, потому что некоторые любят только цемень, ничего другое не признают, другие этого еще не изучали, не слышали, они знают только классический выбор то есть вот это зависит от профессионала. Да, Николай, тоже было в прошлом году, там была другая звезда, там было 8, а в этом году 9, они обе хорошие. Я в своей практике стараюсь всегда использовать все системы, которые я изучала, потому что когда получается совместить несколько методик, понимаете, появляются потрясающие чудеса, иногда такие события, то есть мы дату наполняем какой-то большой сильной энергетикой и после этой активации у людей могут случаться самые потрясающие чудеса. О себе я вам уже тоже много рассказывала, как я выбирала себе дату благородным помощником, там у меня и цеменья подключала, и классический выбор даты, и там у меня оказалась путешествующая лошадь, и вот мне надо было постучать молотком в юго-восточном секторе, и через 10 дней после этого стучания я оказалась самым невероятным образом на Кипре. Вот, поэтому я стараюсь выбирать очень мощные даты. Если вы читали что-то другое, ваше право попробовать те даты, но я вам предлагаю свои. Сейчас я объясню, по каким методикам я их выбирала. Во-первых, у нас есть такая система Сюанхунь Дугуа Фэньшу и Сюанхунь Дугуа Выбор даты. Эту технику используют только очень большие профессионалы, потому что это практически очень тонкая настройка. Относительно Фэньшуй как пример я могу вам объяснить или рассказать вот что. Когда я говорю Север, то Север это 45 градусов. Это руки вперед чуть-чуть под углом. Вот это все вокруг колхозное, все вокруг мое. Иногда мы используем какую-то гору. Есть 24 горы. Гора это 15 градусов. То есть все равно попадешь туда. А вот Сюанкунь Дагуа это величина, которая равна меньше градуса. Там 0,89 чего-то. То есть меньше градуса. И есть такие водные формулы, когда строится во-первых в Индском фэншу это все используется, но и в жилом, когда строятся большие коттеджи, когда нужно ввести воду или вывести воду. И этот точный градус он очень-очень важен. И вот эти водные формулы используют только очень большие профессионалы, поэтому шумшут такой дорогой. И попасть в этот градус и точный очень компас нужен, это уже инструмент очень дорогой. И есть такие даты которые бывают в году во-первых они не в каждом месяце попадаются это раз потом в месяц это их бывает может быть 3-4 даты это очень мощная система когда у нас в 24 декабря и 29 декабря попали 3 семерки вот да Светлана да по классическому выбору дат час Казы с 13 до 15 24 декабря работает звезда небесный благородный то есть это ангельская энергия которая помогает нам охраняет нас так немножечко исполняет наши какие-то желания и третья система это цемень вот те самые суперские активации и у нас в этой дате в этот час работают в двух направлениях хорошие структуры подземей на севере супер структура птица падающая гнездо которое на русский язык переводится как деньги из ничего падают с неба тут работает великолепный мистик великолепная звезда а на юго западе в это же самое время там не птица но там тоже другая хорошая структура и хорошая звезда здесь у вас на выбор можете успеть и там и там если на юго западе наряжаете елочку с гирляндой а на севере оставляете место для стола можете на севере просто эту гирлянду повесить очень важно ее зажечь именно в этот часовой промежуток когда мы учились этому выбору дат учитель нам говорил если вы нашли вот такую потрясающую крутую дату редкую запишите ее в мобильник запишите ее в ежедневник в мобильник поставьте будильник дома везде вот на записках на холодильниках распишите чтобы вы ее не пропустили не забыли если вы будете на работе бросайте все бегите домой и делайте какую-нибудь активацию под что вы эту дату выбирали передвинуть кровать подвинуть плиту или вот сделать какую-то активацию постучать молотком что-то что-то сделать вот то есть плювать на всю работу беги домой делай эту активацию потому что такая дата повторится еще неизвестно когда а у нас есть возможность вот 24 декабря завтра взять и сделать эту потрясающую активацию да еще и у нас управитель открытия который тоже очень хороший он открывает нам возможности открывает нам энергию для наших каких-то возможностей вот а 29 декабря тоже очень сильная дата по Сианкундугуа часовой промежуток петуха с 17 до 19 там тоже по-моему небесный благородный 29 декабря это управитель баланс очень хороший равновесный такой управитель но структура по Циминь есть только на севере здесь вы в принципе можете ну и на Юго-Западе что-то наряжать у вас все равно совпадет система Сианкундугуа час благородного человека совпадет ну вот ну по Циминь не будет то есть одной по хорошей позиции будет меньше но Юго-Запад в принципе вы тоже можете использовать спасибо за предупреждение Лора 24 декабря включать гирлянду не имеет права человек рожденный в год дракона а 29 декабря не имеет права совершать эту активацию человек рожденный в год петуха вот Евгения постучать ну в птицу мы не стучим лучше зажечь свечу даже вот если вы будете наряжать эту елочку Галина время берите местное и не задавайте мне вот таких вопросов провокационных структура птица там комбинация бин это огненный элемент и он как бы ну просит что ли ну огонька то дайте что ли поэтому стучать в птицу как-то вот не очень и когда вы наряжаете елку вот зажгите рядом эту свечу таблеточку пусть она тоже у вас находится в северном секторе пока вы тут крутитесь вокруг елки пока вы тут ее наряжаете тут это все дождики игрушечки апельсины мандарины конфетки развешивайте то есть вы будете в этой энергии в этой структуре в этом секторе вы будете находиться даже если это будет не елка то это в это время либо вы вешиваете гирлянду либо вы просто ставите какой-то активатор код манеки какой-то мобиль даже вентилятор если вы поставите тоже будет хорошо но вот свеча все-таки лучше вот и еще такой нюанс алсу гирлянду вот я не заморачиваюсь мои некоторые коллеги говорят только красного цвета это на ваше усмотрение вот что мне муж там принес из гаража какого цвета будет гирлянда та у меня и будет висеть мне это абсолютно все равно потому что здесь важна энергия огня а электричество это огонь гирлянда у вас будет мигать переливаться искриться сиять то есть вот этого уже будет достаточно нельзя только год евгения только в год рождения в час дракона это уже ну фанатизм это уже вот если вы являетесь вот или драконом или петухом значит садитесь в кресло даете советы или лучше накануне дать советы а на это время уйти погулять чтобы ну не навлечь на себя какие-то неприятности такой нюанс пожалуйста запомните его как-то вот проживите воспримите эти даты важны для того чтобы включить активацию понимаете включить и очень желательно чтобы вы эту гирлянду не выключали до нового года точно супер если вы до 4 февраля ее оставите включенной виктория можно если уже стоит активатор фонтан можно и свечку в птичку можно музыкальная картина с подсветкой любовь но вот дело в том что она у вас уже висит и висит она у вас давно то есть она активатором не сработает что нужно сделать 24 как только вы проснетесь вы эту картину снимаете со стены и уносите ее там на кухню в другую просто унесите ее в другую комнату а вот когда пробьет 13.00 вашего местного времени тогда вы берете эту свою картину и вешаете ее на стену вот этот шаг будет считаться активацией включением активации да лора включили гирлянду и до 4 февраля не выключать это будет супер даже если вы вот потом елку разрядите вот поставьте свой рабочий стол туда поставьте свою кровать ну кто-то сказал там свет будет мешать мигать ну уже тут на ваше усмотрение потому что чем дольше будет работать активатор тем больше чудес может произойти в вашей жизни ну даже если вы вот на эти два часа включите эту гирлянду уже сработает но такие энергоемкие даты подбираются не для того чтобы вот раз и вы на ночь взяли и все это выключили а установка елки считается за перестановку перестановку чего мебели не считается а если вы уже нарядили елочку и услышали от меня что надо ее в другом секторе то вот с 13 до 15 взяли ее там или за ножку или за бакушку и перенесли а светлана значит как хорошо 4 этажа вы там не заблудились здесь на ваше усмотрение очень хорошо сделать дублицирование когда вы найдете и северную комнату во всем доме и еще и северный сектор точно так же юго-западную комнату и юго-западный сектор это будет здорово если у вас так не получится ну значит северная комната а юго-западный угол можно так так вот Наталья вот этот вопрос я вот об этом я вам и говорю по технике безопасности нельзя так долго держать включенную гирлянду вот в этом опасность какая-то есть ну сколько просияет столько просияет но свечи это намного опаснее чем гирлянды а если цветы стоят вместе с елкой на севере ну цветы это цветы это не активаторы а стучать в этом секторе в это время можно ну простучать уже спрашивали что у нас на севере это в принципе можно постучать на севере ничего у нас там такого нету ни ша нету никаких-то бяг там нету вот на юго-западе стучать точно нельзя потому что едва ли вы туда попадете потому что с одной стороны треша месячные с другой стороны годовые треша плюс еще в козе у нас тайсуй то есть там стучать очень так а кладовка на севере явно не в кладовке север у вас есть в любой комнате в любой даже если вы живете в однокомнатной квартире в гостиной все равно 8 направлений есть вы можете найти в гостиной в любой понравившейся комнате вы можете найти северный сектор ночник свеча можно ну вот ну тогда ночник пусть горит с 24 декабря с 13 до 15 по 4 февраля вот не вытыкайте его из розетки вот пусть он денно и ночь светит эти оставшиеся полтора месяца с поющей чашей Светланы если вы умеете с ней работать делайте что хотите с ее помощью мы энергетизируем пространство делаем какую-то очистку вот ее можно применить когда я вам рассказывала про уборку на том этапе у меня гостиная как раз захватывает северный сектор это уже будет захватывать северо-восток ну Леночка тут уже смотрите дело в том что любая комната она два сектора занять не может так не бывает по большому тайчи если вы учились у профессиональных мастеров то только одна энергия может в комнату зайти только одна поэтому ну посмотрите чего там больше все-таки это у вас северная комната или северо-восточная это по большому тайчи вот когда мы накладываем малые тайчи на конкретную комнату там уже у нас может получиться но даже если вы ну на 9 примерно равных квадратов расчертите эту комнату все равно вы найдете север или юго-запад наталья что кладовка что ванная без разницы в этих секторах мы ничего не активируем а ищем такой сектор в большой комнате как вот Елена нет вот в суншу это не работает солнце сходит на востоке заходит на запад это не работает невнимательно меня слушайте я же сказала север это 0 градусов ну вправо градусов 7 и влево градусов 7 вот ставите компас на табуретку и ищите 0 градусов вот это будет север ну шаг лево шаг вправо все равно будет север юго-запад это примерно 220 230 градусов получается ну да где-то вот от 210 до 240 вот это юго-запад получается нет плиту мы тоже не активируем кухню не чтобы найти высокооплачиваемую работу лучше активировать север или северо-запад вот точно не северо-запад вот точно не северо-запад либо север либо юго-запад ну Светлана значит ну все 45 градусов я как-то более центр ну вот 0 когда вы 0 градусов найдете то вот это уже будет точно север тут вы уже не ошибетесь у меня два окна в зале на север и на юг можно ставить ее можно ближе к северным окошкам следующим номером нашей программы новогодний стол ну об этом вы наверное тоже много чего почитали сам по себе он должен быть у нас вегетарианским потому что барышня у нас что хозяйка коза что гости обезьяна они обе вегетарианки в компасе красный и белый вообще-то вроде красный совмещается с севером красная ну во всяком случае в российских компасах так а вот сервировка и праздничный наряд он вот может подчиниться опять таким вот этим фэдшуйским метафизическим законам если для вас коза принесла много подарков вы ну с благодарностью вспоминаете прошедший год и много всего хорошего у вас произошло в пятнадцатом году то вы в качестве благодарности можете сервировать стол и выбрать свой праздничный наряд в элементах в цветовой гамме козы а коза у нас инское дерево на инской земле несмотря на то что вот элементы все-таки в конфликте потому что дерево рождает огонь а не землю то вот этот огонь у нас и становится дипломатом что ли переговорщиком или мостиком который как-то вот ну соединяет эти вот кадровик секретарь своеобразный поэтому цветовая гамма козы это зеленый красный коричневый ну коричневые все оттенки так если вы с холодом в груди вспоминаете о пятнадцатом годе и ждете не дождетесь когда он закончится и с надеждой смотрите в будущее что там обезьяна может принести можете вот в цветовой гамме обезьяны обезьяна будет у нас янский огонь на янском металле опять элементы в конфликте требуется переговорщик требуется третье дипломатическое лицо огонь рождает землю земля рождает металл вот и третий нюанс он и тут и тут может подойти потому что что иньское дерево на иньской земле на козе это очень сухая земля это пустыня что огонь плавящий металл это тоже жар и огонь и там и там не хватает водички поэтому вода голубой цвет он будет универсальным таким помощником для любого наряда лора если дается 2 и 3 для активации и не совсем точно определил но в сектор попал да активация будет активна не переживайте просто если вы ну профессиональные такие товарищи мы вот профессиональные консультанты мы всегда стараемся попасть в сектор 2 когда дается активация потому что в секторе 2 находится 3 грамма а 3 грамма она не спорит ни с кем ни с земной ветвью ни с небесным стволом а сектор 3 там юго-запад 3 юго-восток 3 северо-запад 3 северо-восток 3 это уже земная ветвь то есть это какое-то животное и вы можете с ним сталкиваться допустим вы обезьяна а северо-восток 3 это тигр вот здесь активация тут может иметь какой-то побочный эффект а вот в секторе допустим юго-восток 2 или юго-запад 2 или северо-запад 2 или северо-восток 2, это 3 грамма. Она не обидит никого. Если вы туда попадаете, будет супер хорошо. Людмила, вот четвертый раз отвечаю. Время местные. Почему я беру местное время, а не московское? Вот на протяжении последних, наверное, лет 5 или 6, когда мы вообще узнали об активациях, потому что раньше нам таких техник мастера не привозили, и мы экспериментировали и переводили их в солнечное время, и в зимнее, летнее время переводили, и в географические пояса переводили. В общем, занимались такой фигнёй долго и упорно. Но я вот на своём опыте пришла к выводу, что лучше всего именно в активизациях брать местное время и не выкручивать себе мозги наизнанку. Ни к чему, потому что время местное. У вас в голове не происходит никакой несостыковки. Вы смотрите глазами на часы, и вы видите там 13.00. Для вас просто вот другая информация, что в 13.00 начинается час козы. Вот особо умные товарищи, особо продвинутые, они начинают соображать, а я живу не в Москве, а в Москве отклонение там ещё 30 минут от этого времени, ещё чего-нибудь. Вы допереводитесь до такого времени, что вы из часа козы элементарно уходите в час петуха или в час дракона или змеи. Получается фигня. Поэтому берём местное время и больше ни о чём не думаем. Лия, я уже отвечала на этот вопрос. Год обезьяны наступит 8 февраля. Какая разница, что мы будем есть 31 декабря? Если вам без разницы, ешьте что угодно. Ну, просто вот мы как-то вот с надеждой смотрим на восток и стараемся как-то вот, ну, немножечко придерживаться этих интересных традиций. Кстати, есть очень интересная, я не знаю, это пословица или такая это вот современный какой-то опус. Если хочешь хорошо жить в настоящем, учи английский. Хочешь хорошо жить в будущем, учи китайский. И когда нам мастера рассказывали о всех этих прогностических практиках, они нам сказали, что в этом столетии удача идёт с востока. Запад фактически изжил, он умер. Там прилетели звёзды, неактивные в современном 8 и 9 периоде. Вот поэтому Россия как-то поворачивается в сторону востока, и восток начинает очень сильно подниматься и развиваться. Вот, а остальное это ваше право. Какой-то шуточный такой вот вариант. Вы можете этому придерживаться, совету. Можете не придерживаться. Что есть, то и накройте. Может быть у вас только кислая квашеная капуста будет на столе. Вот, ну, я сейчас расскажу об этих волшебных техниках, чтобы на столе у нас было всё здорово и прекрасно. Не забываем про ритуал состава семьёй апельсинами. Потрясающе весело, интересно, праздничный и позитивный. Закатить в свою квартиру два ящика апельсинов, и есть их на протяжении двух недель. Представляете, как здорово. Самое главное их не убирать. Сразу. Ну, а перед тем, как их съесть, я их очень хорошо помыть. Для привлечения финансов накануне Нового года подарите нуждающегося человека. Дайте ему денег или что-нибудь съестное. Или какую-нибудь вещь. Я последние лет пять, наверное, делаю пакетик с мандаринами, с шоколадками. И у нас напротив всё время живут соседи, съёмная такая квартира, студенты. Вот, то есть там скромненько всё очень. Ну, когда весь дом выскакивает на улицу, никто не заметит, кто на какую ручку, чего тут повесил. Вот, ну, это как бы дань благотворительности, потому что фэн-шуи это тоже очень важно. Вот, ну, а вы на своё усмотрение, как сможете, так и сделаете. Проследите, пожалуйста, чтобы в новогоднюю ночь в вашем кошельке были деньги, купюры. Это я, ну, как банкир этот секрет, я знаю уже, наверное, лет двадцать. Вот, это убережёт вас от финансовых проблем. Ещё очень хорошо, чтобы во время празднования Нового года эти деньги были при вас, в кармане, в пиджаке. Ну, у женщин больше возможностей куда-то их. Ну, то есть вот эту, чтобы не было ваш кошелёк кустым. Вот, очень хорошо, если вы перед праздником сделаете себе денежную ванну с капельками масла почули, потому что это денежное масло. Кто не знает, предупреждаю, что в ванну капать масло нельзя. Потом будут ожоги на теле. Сначала мы масло капаем на какую-то основу. Может быть, молоко, может быть, мёд, может быть, сливки, может быть, просто вот ложка соли или ваша там ароматическая соль. Вот, просто вот, ну, на ладошку насыпали этой соли и капнули туда масло. Две, три, четыре капельки. И потом уже соль опускаете в воду. Понятно? Вот, естественно, важна визуализация. Визуализация. Не забывайте про это. Золотой крем можете приготовить. То есть, любое своё любимое золотое украшение, желательно помыть его предварительно. Ну, на полчаса в это ваш крем. Опять же, важна визуализация. Потом ваше колечко оттуда вынете, но вот этим кремом воспользоваться. То есть, все возможные методы и средства, которые помогают нам вот эту денежную энергию привлечь. Теперь давайте поговорим о 31 декабря. Дело в том, что 31 декабря очень многие офисные сотрудники, банковские служащие, ну, вот предприятия 31 декабря работают, ну, чуть ли я не знаю, на износ. Ну, вот по своей банковской деятельности. Я помню, что у меня там было 2 или 3 новых года, когда мы эту несчастную копейку от валютообменных операций искали, ну, чуть ли не до 11 часов, потому что баланс не сходится, и ты никуда не пойдёшь. Вот. И заполошенные товарищи несутся по магазинам и сметают все просроченные продукты с полок, потому что они ничего не успели купить из-за этой работы, из-за этого объёма работы. Есть такие у нас тут товарищи, которые будут работать до последнего клиента и нестись, сломя голову, чтобы хотя бы к курантам успеть. Вот. Буду в поездке ехать на Южный Урал. Ну, значит, будете встречать в поезде, да? Ну, вот это маркетинговая такая уловка продавцов, товарищей торговли. Ну, осуждать я уж не знаю как, но именно вот в такие дни сметается вот всё. Поэтому сделайте всё-таки свои покупки чуть раньше, 30-го, 29-го, но не 31-го декабря. Там у нас работает вот эта вот звезда, которая... Ой, ну, она даже не звезда, это энергия, энергия трёх ша. Ну, ехать-то в принципе никак. Вот. И звёзды никак. Могут быть какие-то конфликты, но я уже возвращала вам. Ну, Валентина, вы поставлены в такие условия, так что куда же вам деваться, всё равно вы будете ехать. И о чём говорит это шаограбление? Они, эти проблемные энергии, они ходят вот такими вот троечками. И в этот день, если вы забыли ещё купить подарки близким, и тоже понесётесь на распродажи на какие-то, и вот что-то вот в попыхах, вот потому что вот, ну, вот не купили ничего, да? Вы будете болтаться и искать какие-то вещи. Вот шаограбление сработает так, что вы или потеряете эти деньги, либо вас обсчитают, либо вас каким-то образом обманут. Если это какая-то дорогая техника, она может иметь какие-то скрытые дефекты, она может не подойти вам по габаритам, и вы потом не будете знать, как же её обменять и что с ней делать. Ну, в общем-то, масса вот таких вот скрытых, каких-то вот нюансов. Элементарно потерять можете деньги. Вот шли-шли, кошелёк там доставали, и он выпался, или вот эта энергия так работает. Ни в коем разе не берите кредитов 31 декабря. Не подписывайте каких-то вот денежных контрактов, обязательств. Ну, не подходит этот день для... Даже если вы вот такие-сякие плохие, потому что вам это в новом году аукнется ещё уюю и как. А вот успеть отдать долги – это очень важно. Смотрите, какое действие тут у нас может получиться символическое. Шаоограбление, оно насильно у нас отбирает деньги. А если мы кому-то что-то должны отдать, то как бы мы отдаём добровольно, то есть как откуп, что ли, такой своеобразный. Пожертвование. Я сама дам, да? Возьми, я сама дам. То есть вы этого избежите. Ну, и другая наша вот эта традиция – входить в Новый год без долгов – это, ну, тоже, в принципе, очень замечательно. И на это всё вот будет у вас из этой же серии великолепной работы. А там на ваше усмотрение. Дальше. Первое января. Почему я вам в начале своего выступления сказала, что, дорогие мои, встреча 2016 года лучше проводить у себя дома, вызывать гостей к себе домой, если уж очень вам хочется, а не идти куда-то. И кредиты тянутся, да, совершенно верно. Случай из моей жизни. В 2008 году я училась на вождению автомобиля. Ненавидит свой день рождения. Почему она ненавидит? Ну, в принципе, эта дата очень хорошая. Это новое начало, просто она потеряла праздник. И все в этот день ещё совсем пьяные. И вспоминают о ней, наверное. Но она родилась с 1-го, 0-1-го. Это руководитель, это лидер. Это очень хорошее число. И не надо ей расстраиваться, потому что она наверняка сможет увлечь вас за собой, но не только вас, но как-то вот других как-то поддержать своим советом. То есть, ну, это такое, это солнце. Свечу и радую всех своим вот присутствием. Ой, ну вот я не знаю, ну, хоть какой-то позыв, ну, хоть сколько-то, вот, ну, отдайте хоть сколько-то. То есть, вот эту добровольную жертву сделайте. Так вот, я училась на вождении автомобиля. И где-то в ноябре месяце я сдала экзамен. Ну, вот наступила зима, снега, и вот скользко. И ездить я боюсь ещё как-то вот. И, значит, вот Новый год мы встретили. И мне супруг говорит. А ещё мы отправили сына в детский оздоровительный лагерь. Туда куда-то в глушь, по просёлочным дорогам. Туда вот куда-то в область. И он мне говорит. Поедем пораньше. 1 января. Все пьяные. Они все спят. На дорогах ни машин, ни людей, ни гаишников. Самое тебе то. Порулили, эти порулить там. Пойдем. Ну, мужской логики сопротивляться я не стала. Он меня убедил. Мы поехали. Он мне дал порулить. Я как-то вот по этим дорогам дотуда. Я как-то вот с ним потом сошла. Я доехала. А вот мы встретились с сыном. Мы подарили подарки. Поспрашивали, что да как. И поехали обратно. Я обратно больше не поймала. Моих сил больше нету. Я не могу больше. Вот. Сам. Сам дорогой. И вот едем мы обратно по этой проселочной дороге. Действительно, абсолютно никого не было. Ни машин, ни людей. И вдруг на этой дороге появляется человек. И рядом с ним идет собака. А это собака, видимо, деревенская, дикая. Которой машин-то, сотрадясь, не видывала. Может, она ее только сцепить спустили. И вдруг эта четвероногая дурочка решила покусать наш автомобиль. Муж завидя, что по встречке идет собака. И он ее даже как-то немножечко объехал. Объехал и ехал он не очень быстро. Километров, наверное, 60 или 70. Вот. Но она вот решила укусить нас. И со всей дури, со всего разваха она обрезала с автомобиль. Разбила нам бампер. Но вот этот удар от столкновения ее отшвырнул в канаву. Мы остановились. Мужчине, естественно, жалко автомобиль. А нам с дочерью жалко скотину. Мы пошли смотреть, жива эта моська. Еле не жива. Она сидела, трясла головой. Потому что сотрясение мозга она точно получила. Но, в общем-то, нам показалось, что она была жива. Дяденька этот вообще как-то очень индифферентно на все это смотрел. Непонятно. Вот. Мы тут ее решили погладить, покормить. Но что-то у нас не удалось. И он сказал так, быстро все в машину. Приехали домой. Мы приехали домой. Все в таком удрученном состоянии. Каждый по комнате разбрелся. И я вдруг вспомнила, что я же хотела составить этот календарь свой. Но у меня не было времени. У меня тут 10 дней праздников. У меня будет много времени. Я все это сделаю. Когда я села составлять этот календарь, там вот было 6 этих отрицательных позиций в одном дне. Управитель разрушения. День потерь. Там еще солнечное затмение было. Столкновение дня и месяца. Столкновение дня и года. Ша несчастья года и месяца. Полный букет, когда лежи под одеялом, пей шампанское, доедай оливье. И никуда тебе не надо. Поняли? Чем оказался 1 января 2009 года? Так вот, 1 января 2016 года, может быть, по силе отрицательных энергий, и не такой страшный, как в 2009 году, но он тоже обладает кучей отрицательной энергетики. Прежде всего, это день столкновения. Я этого управителя называю день гаишника, потому что мы все время куда-то можем врезаться, столкнуться куда-то, что-то с нами может произойти, особенно на дорогах, какие-то конфликты и прочая беда, ерунда. Дальше у нас день разрушений. В этот же день у нас еще работает звезда Ша Несчастье Месячное. А это звезда, которая приводит к ссорам или энергии, которая приводит к ссорам. Поэтому, если вы будете отмечать праздник у кого-то в гостях, или вы куда-то пойдете в гости, то вот конфликт между полами может произойти. Ша – это неприятность. По-русски это можно перевести как неприятность. Ша – это пика, проблема, аффликция, по-китайски это называется, неприятность. И очень большая иногда неприятность. Так вот, 1 января не надо садиться за руль. Ни в своей машине, ни в чужую машину. Вообще не надо никуда ездить, вот по той самой причине, что это столкновение и разрушение. Пьяные до обеда, они еще будут спать, а потом выползать из норок. А излишний алкоголь, он тоже будет провоцировать массу проблем со здоровьем. И вот это ша несчастье – это конфликты в отношениях. Поэтому не стоит никому все-таки идти в гости, если очень хочется. Ну, Танечка, значит, включаете мозги и ведете себя очень-очень аккуратно. Вот, Татьяна, вернуться домой – вариант есть только если до часу ночи. Вот, Светлана, правильно, это та самая звезда катастроф. Ну, если вам очень-очень хочется прогуляться или хотя бы проветрить мозги, тогда прогулки вот чисто для загадывания желаний, чисто для того, чтобы проветриться, ну, вот помечтать, полюбоваться ночной природой или вот если днем, но никак вот не в гости и никак не на машине. С 0 до часу, карандаш и ручку, где-то листок пишем, с 0 до часу в север, с 3 до 5 юго-восток, с 5 до 7 юг или лучше север, с 11 до 13 север, с 13 до 15 юго-запад, с 21 до 23 часов юг. Вот в эти направления вы еще как-то можете, ну, прогуляться только для, там, поправки здоровья или для проветривания, вот, мозгов, что ли, как. Вот то самое предупреждение о первом январе. Управитель разрушения не рекомендует садиться за руль, потому что можете столкнуться с представителями закона и прочими там неприятностями лоб в лоб. Ша несчастьем будет провоцировать вас на конфликты с противоположным полом, поэтому со вторыми, со своими вторыми половинками, ну, не ссорьтесь, вот, и столкновение дня и месяца может давать проблемы с его здоровьем. Вот. И я хотела вам предложить свои вот эти волшебные продукты. Про 2 января. на 2 января, на 2 января, если не на горнолыжный курорт, то нормально. Вот. Европу. А вы-то в каком месте находитесь, Татьяна? В центральном регионе, что ли? Европа от вас в каком направлении будет? Будет... Так, вы в Калининграде, поедете в Европу, то есть вы чисто на Запад поедете, да? Но это будет плохо, однозначно, потому что на Западе у нас желтая пятерка, и она еще оттуда не ушла. Вот. Поэтому, ну, это будет не очень хорошая поездка. Как-то она вас не сильно обрадует. фэншуй путеводитель. У меня есть в двух вариантах, когда для любителей вы можете взять версию, вы можете... Ну, сделайте откуп. Ой, я не знаю, Татьяна, я не знаю. на Запад мы в этом году вообще как-то вот старались не ездить, не летать. Что такое откуп? Откуп у Светланы это те, кто занимаются магией. Ну, поставьте свечи в церкви, закажите для себя любимый какой-то там молебен за здравие. Вот. Ну, или что-то вот благотворительность окажите и включайте позитивное мышление. В профессиональной версии очень много. Вот. Все ритуалы, все активации на весь год. Про все звезды, про все сектора. То есть, очень-очень подробная методичка. И она по сравнению со всеми остальными продуктами она будет самая-самая емкая, самая большая, самая важная. Если вы слышали об этом ритуале согревания денежной звезды, тогда вот у меня есть для вас вот какое предложение. Можно взять на любой месяц стоимость 500 рублей расчет. И можно взять на весь год этот расчет согревания денежной звезды. Вот. Это потрясающий такой ритуал. Он очень быстро срабатывает. Вам нужно всего там на какие-то два часа зажечь свечу, обратиться к денежному духу. Вот. И улучшить свое материальное положение. Надежда, 5 января у нас включается ретроградный Меркурий. поэтому что-то там не больно все это будет у вас хорошо. С какими-то тормозами и с проблемами. Вот. А сам по себе 12 января день стабильность. Сам по себе день неплохой. И календарь денежных активаций тоже потрясающий такой инструмент, который поможет в вашу жизнь внести всяческие вот такие вот финансовые сюрпризы очень хорошие. И еще я очень хочу вас пригласить на свой мастер-класс закрытый, который состоится вот уже 25 декабря в пятницу в 19.00. Называется он Астрология Фэншуй. И здесь я вас научу рассчитывать полет звезды, составлять прогнозы для себя и своих близких на годы вперед и на месяцы вперед. Вы будете знать, где и когда стелить соломку, где и когда наоборот являть себя миру и гнаться как курьерский поезд вперед, чтобы все успеть, потому что все будет у вас получаться в эти периоды. Это несложная техника, она рассчитана на любой уровень подготовки, даже для пятиклассников, если вы считать умеете и с компасом с простым подружитесь, остальное все не представляет никакой сложности. За время вот этого мастер-класса, который пройдет онлайн, он будет доступен в записи, если у вас не получится попасть на живую встречу, вы сможете заказать запись, она актуальна будет на всю оставшуюся жизнь, и на новогодние праздники вы уже сможете составить всем своим гостям эти прогнозы, и прогнозы эти очень работающие и действенные, если вы уже обладаете какой-то астрологической практикой, что-то уже умеете, то это будет дополнением, повышением вашей квалификации, я очень подробно вам объясню и расскажу, как составляется эта методика, и она действительно очень работающая, я вот использую ее лет 10, она вот еще никогда не подводила меня, и я вас этому научу, потому что у меня очень много было заявок на тему, когда же вы будете нас учить фэншуй, но фэншуй он очень большой, и там очень много теоретического такого материала, он скучный, нудный, поэтому как-то не очень интересно все это начинать сначала, а вот эти техники, они отдельные, они конечно из этой же оперы, из этой системы, но они очень работающие, и в принципе простые, и за практически смешные деньги, вы сможете прогнозировать и свое будущее, и будущее своих близких, научитесь расселять звезды и у себя дома, и в астрологические дома животных восточного пантеона, это это вот Стамбул у нас это если вы из где-то центра России, то это наверное юго-восток получается, юго-запад, юго-запад, ну там Тайсуй, надо немножко тут все-таки посмотреть по карте точно ваше местонахождение и то место куда вы летите ну напишите мне как-то или напишите организаторам Светлана, я посмотрю вам более более точно не попадаете ли вы вот в эти проблемные энергии Коза юго-запад один вот и все зависит от того где ваша отправная точка Урал и у вас может получиться что вы летите вообще на запад вот вот здесь есть нюансы сам юго-запад он не очень плохой единственное вот чисто в Тайсуй лететь это опасно потому что вы как бы оскорбляете князя года ну благотворительность и свечки за себя любимых и все что вы знаете какие симаронские практики вот включайте если вы все-таки уже вот взяли билеты и надеемся что все будет очень хорошо понятно про мастер-класс кому интересно самому научиться вот строить этот астрологический прогноз поставьте чего-то мне какие-то познавательные знаки Светлана проходите по ссылочке вот Галина бросила ссылка на мастер-класс астрологии фен-шуй выписывайте счет и у вас буквально полтора дня осталось для того чтобы вы смогли попасть ко мне на мастер-класс если не срастается то не переживайте все будет доступно в записи если от вас придет оплата и будет получен счет то единственное что живьем у вас будет возможность вот так же мне задать вопросы если будут какие-то вам нюансы непонятны относительно себя потому что когда общая идет информация она всем понятна сразу начинается там отклонение какие-то нюансы и у вас будет возможность потом со мной как-то связаться и задать вопросы более какие-то конкретные это все для вас это вот если совершенно небольшая 1280 цена этого тренинга может быть он 2 часа будет идти может быть он немножечко больше будет идти но в сравнении с этими астрологическими техниками и со стоимостью всей этой астрологии это ну это практически ничего это практически даром в Москве это ну 2 чашки кофе вы выпьете за такие деньги в большом каком-то крутом ресторане а здесь вы научите с этой техники сможете все сами делать сами прогнозировать вот если на тренинг вам не интересно то вот календарь денежных активаций в который входит несколько техник больших туда входит и согревание денежной звезды туда входит и согревание белых звезд и вталкивание белых звезд и техника вталкивания клиентов если вы занимаетесь бизнесом туда я включила и цемень прогулки в дракона и в деву то есть очень много такой он насыщенный по каждой технике рассчитано несколько активаций для и каждый для себя может что-то найти а вот эти календари они очень хороши для того чтобы поток включить то есть делать их постоянно вот эти активации если вы в течение месяца не будете пропускать ни одну активацию очень дисциплинированно будете выполнять все рекомендации все активации которые там написаны то вот ваша жизнь уже очень может измениться мне писали девчонки буквально две недели назад что покупали вот этот календарь и делали и мама и дочка и получилось что дочку в должности повысили а маму маме увеличили зарплату вот даже у наемных работников могут произойти какие-то интересные хорошие позитивные изменения а уж если вы бизнесом каким-то занимаетесь сетевым бизнесом с привлечением клиентов то это просто помогает и выстреливает у меня есть примеры когда в сетевых вот не в сетевых вот цветочный магазин мы делали я делала консультацию и потом девчонки брали вот календарей денежных активаций ну они вот ну просто в восторге потому что бизнес увеличился денежный поток увеличился буквально в три раза они уже вот эти активации вот уже ну где они где они как же вот это замечательная здоровая работа если пока такой ну такая цена для вас велика то вот хотя бы к денежному духу обратитесь расчет на месяц всего 500 рублей там не так много активации потому что к денежному духу мы можем обратиться там 4-5 раз в месяц когда это занятие будет 25 декабря в 19.00 по московскому времени Светлана можно и через Paypal оплатить у меня правда нету такого ресурса но с организаторами вы можете связаться и Галина подскажет мы вот тут это все эти все вопросы решим вы все равно либо выписывайте счет обязательно указывайте номер телефона и электронный адрес а вот ну с какими-то особенностями вот можно на почту Галине написать что у вас возможности по моим кошелькам там Яндекс и Сбербанк вас ну они как-то не подходят вот то ну решение все равно найдется то вот вот это согревание денежной звезды просто вам поможет посмотреть как работают эти фуншуйские активации очень здорово вот и я хотела вам ну как подарок что ли попробовать вот обратиться к денежному духу мы с вами уже почти второй час разговариваем вы меня добросовестно и внимательно слушаете вот супер если вы придете ко мне на мастер-класс и всему этому научитесь сами но это не активация это прогнозирование а вот чтобы вы попробовали посмотрели как работает вот это вот этот ритуал согревания звезды сокровищ то у нас есть возможность сейчас его попробовать 30 декабря мы имеем возможность обратиться к денежному духу в этот в этот день денежный дух будет находиться на юго-западе это вот юго-запад 2 или юго-запад 3 примерный промежуток градусной шкалы 220-250 то есть если вы там в 225 попадете в 230 попадете в 240-245 вот это все будет юго-запад 2 или 3 в этом месте живет денежный дух дальше я вам подобрала 3 до часовых промежутка когда вы можете обратиться к этому денежному духу если вы днем работаете тогда с 3 до 5 утра работает звезда путешествующей лошади она ускоряет все события что мы делаем вам нужна вот такая вот свечечка таблетка маленькая маленькая такая свечушечка вот не так как это ну вот в фольге она как раз горит 2 часа но Светлана я в таких случаях говорю если таблетки от жадности кончились то можно и все три раза сразу сделать вот дальше если все-таки проспите этот часовой промежуток второй вариант у нас есть с 15 до 17 это вы можете сделать даже в своем офисе и последний часовой промежуток с 21 до 23 часов звезда нефритовый зал самая крутая звезда с 15 до 17 потому что вот дневное богатство и денежный дух то есть мы вот то самое дублицирование можем достигнуть именно в это время а что мы делаем берем эту свечку берем компас я забыла сказать что ко всем моим продуктам вот к согреванию звезды к путеводителям к денежному календарю если вы закажете это я вам вышлю методичку как работать с компасом чтобы вы не ошиблись в градусах потому что если вы не попадете в градус то денежный дух вас не услышит вот как все-таки правильно все это сделать написано вот в этом методическом опусе а так сейчас могу вам объяснить то же самое что говорила в начале берем табуретку ставим ее в центре дома то есть у вас это или коридор или что у вас это будет на эту табуретку или на ровную поверхность мы кладем компас чтобы он у вас не двигался а правильно показал эти вот градусы которые мы ищем 220-250 вот вы нашли в квартире кто Виктория сейчас скажу сейчас скажу вам об этом нашли этот сектор такой лучик выстроили из центра компаса до края стены денежный дух он живет по наружному периметру наших квартир поэтому как можно ближе к стене ищем вот эти 220-250 градусов подходим туда если там у вас стол стоит значит на стол ставим эту свечечку если у вас там ничего нет то на полу нельзя какая-то должна быть подставочка проявляйте уважение к этим денежным духом пусть табуреточка пусть какая-то полочка ну что-то вот какую-то подставку возьмите ставите свечу если свеча в этой металлической то она уже обезопас все обезопас если она у вас вот обыкновенная восковая то ну как-то вот или в подсвечнике но аккуратно согревание звезды сокровищ на год это только вот этот ритуал все даты только по согреванию а в календаре денежных активаций разные активации в том числе и звезда сокровищ только на месяц календарь он только на месяц и там разные техники там вталкивание клиентов там согревание звезды там согревание трех белых звезд там вталкивание клиентов вталкивание белых звезд там активация личного благородного активация годового благородного там цемень там еще такая техника бог богатства и бог счастья там другие техники только на месяц а согревание звезды я вот сделала на год потому что он самый известный этот ритуал самый любимый самый хорошо как бы себя зарекомендовавший но я предупреждаю вас чтобы вы не пропускали эти активации потому что все-таки считать их ну проблематично это сложно это тоже труд посидеть по лопате 365 дней и еще в них 12 часов китайских это все-таки извините вот я сидела и целый месяц эти активации рассчитывала и готовила и мне бывает очень обидно когда мои же клиенты мне говорят ой забыл проспала забыла там замоталась заделась да я и сама иногда это забываю а вот когда у вас в руках инструмент на месяц вы за него заплатили вы им очень дорожите вы не пропускаете ни одной даты а когда у вас на целый год человек думает ой еще успею там еще наделаю но там и согреваю вот здесь немножечко бывает халатность ну собачкам собачкам взять согревание денежной звезды на январь там будет и для всех то что меня спрашивает виктория а весь день можно то есть если у вас не получилось попасть в любой из этих временных часовых промежутков одна из моих коллег она делает этот ритуал на все сутки то есть вот как на будильнике 00 часов загорелась она берет большую свечу ставит ее в блюдо или в кастрюлю находит сектор поет дифирамбы денежному духу не забывайте обратиться к нему уважительно потому что эту энергию как бы нам объяснить вот все-таки не удалось кто же это и что же это поэтому достаточно уважительно уважаемые там денежный дух помоги пожалуйста мне решить какие-то финансовые вопросы или то-то-то-то-то-то зажигаете свечу и пусть она горит дело в том что когда вы и вот все сутки с 0 до 24 00 она делает вот так но я не заметила особой какой-то разницы что я два часа даже если я вот пять минут погрею из этого промежутка уже результат бывает компас мне показывает 220 градусов стрелки компаса на север и на юг на севере елку устанавливаю а на юго-западе ритуалы да совершенно верно совершенно верно вот способ светлана вы про что говорить про целосутошное на согревание да вот самое главное чтобы он был у вас в блюде это свеча потому что она плавится она может кувырнуться или что-то там может произойти а уж из кастрюли из блюда она точно никуда не денется то есть подошли сделали замер поставили свечу обратились к денежному духу поблагодарили предупреждение в включать денежными мантрами для духа ну можете спеть мантру для него но сначала обратиться чего от него хотите то вы же за помощью к нему обращаетесь поэтому надо что-то сказать а если на юго-западе ванная лора тогда идете в комнату или перед ванной то все равно юго-западный сектор получается сектор это пик кусок пирога от центра если вы будете стоять в центре и вот эти 220 градусов перед вами это ванна то перед ванной это тоже есть какой-то участок закройте дверь ванны поставьте табуретку около этой ванной на нее свечку зажгите и и обратитесь к денежному духу если знаете эти денежные мантры пожалуйста пойте я тоже их знаю я как бы не денежному духу их вот не свечи я их пою а когда вот иду мани падме хум там пехма корда их джамбала шри дхай хум пи вот это денежная мантра богатства ну вот когда на прогулке еду особенно в дракона вот это супер когда ты еще тут чего-то от восточной подключаешь первый раз слушаем поэтому вопрос можно брать север не в квартире а в комнате до да наталья я это уже говорила если у вас не получается найти самую северную комнату тогда вы выбираете любую большую или любую понравившуюся и ищите в этой комнате самое северное местечко для елки так понятно как лучше смотреть сектора по фасаду или в квартире светлана я открываю свой секрет я делаю замеры на улице по универсальной цель сначала я меряю от входной двери в подъезд прямо подъезд но эти двери очень понят очень безобразничают и поэтому иногда компасная стрелка начинает танцевать и совершать к вообще невообразимый круговорот я пытаюсь открывать эту дверь делать замер при открытой двери в подъезд потом я отхожу на там пять шагов от дома универсальное это 10 метров от дома и иногда сверяю с гуглом там бывает посмотрю правильно ли совпадает ли особенно когда меня клиента на расстоянии вот на протяжении всего года когда люди покупали календари у некоторых возникали же сложности никак мы не сообразим толку никак не хватает измерить там свои какие-то направления то мы смотрим по гуглу если в большом городе то проблем вообще не возникает в гуглах карт картах находится все вот и дальше уже хотя бы но направление двери пытаюсь добиться чтобы мне измерили и вот как-то в доме ну вот место для активации еще а вот для распределения секторов и прочих таких нюансов я выхожу на улицу а на компасе на стрелочке отметка на север это 0 градусов и красный кончик стрелочки на российских компасах он красный иногда у них на юг что-то иногда показывают но у мужчин спросите отрегулируем ли пожалуйста компас спросите в своего мужа где в каком секторе в этом году лучше поставить швейное оборудование компьютер наташенька вот я все начало об этом рассказывала если у вас не получается с елкой ставим себя швейное оборудование компьютер это ваша работа это ваш заработок поэтому или север или юго-запад так и по карте видно где север и юг совершенно верно не знаю сколько раз пыталась по компасу на определить направлении любви и могу но не знать берите любого мужчину охотника или рыбака они вам подскажут где и и что на все ли вопросы я вам ответила еще раз я приглашаю вас на свой мастер-класс который будет проходить 25 декабря в 19.00 стоимость мастер-класса 1280 рублей он будет доступен в записи но все-таки лучше присутствовать самой потому что если возникнут какие-то вопросы чтобы я могла вам в прямом эфире показать стрелочкой там или объяснить ответить на ваш вопрос а вот с кем дружить на этом мастер-классе я вам расскажу с кем дружить вы узнаете это на мастер-классе новый год правильнее встречать одному или в компании но обезьянка все-таки стадное животное поэтому одному то все-таки грустновато будет нет вера денежного духа мы не научимся рассчитывать без объяснений вам хэн-шуйской методологии я не смогу вам это объяснить не смогу потому что вы не знаете ни направлений вы не знаете не дат вы не знаете не иероглифов тут вреда в двумя часами мы не обойдемся чтобы объяснить вам методику составление расчета денежного духа можно оплатить 25 но любовь вот смотрите до 19.00 если вы как-то вот выловите меня и там пришлете скан квитанции что вы оплатили то вы получите допуск на мастер-класс или уже если вы вот оплатите 25 то доступно будет только запись аймагуль это вот об этом я вам буду рассказывать либо в январе ну а кому быстрее надо те об этом узнают на мастер-классе как и какие знаки самые богатые любовь надо по-русски вот более что будет ну во первых я буду рассказывать в январе и про звезды пролетящие звезды я буду рассказывать про все аффлекции проблематичные какие-то места вот фэн-шуй путеводители это вот уже как бы все есть все это там написано мирка я думаю что в зависимости от того куда вы попали потому что если или юг задели или запад задели это ну ждите ждите проблем но они обычно достаточно быстро происходит хотя с другой стороны там солнце ведь в пятнадцатом году давайте надеяться что вы все-таки там не не заденете вы ничего да вы оплачиваете либо на яндекс кошелек либо на карту сбербанка в счете только две такие два таких способа оплаты если у вас не подходит вам это то пожалуйста пишите галине и выбирайте способ оплаты по другим системам она у нас все-таки в иностранном государстве там возможности больше наверное и paypal и все что все что угодно светлана еще будут такие если вам понравилось я так понимаю но вот на мастер-класс вам точно надо попасть потому что он будет достаточно таким тоже насыщенным и интересным что значит за деле что ли шторы нет что растирать можно вот если вы там сверлили что-то или ломали стену а вот вы может быть тогда кого-нибудь задели побеспокоить этим самым ну вот затеяли ремонт стали там что-то сверлить вот могли попасть в годовые проблемные энергии но если ничего с вами не произошло понаблюдайте просто за эту неделю и окажите кому-то благотворительность ну шкафу ну шкаф это не стена шкаф это не стена поэтому давайте надеяться что у вас все будет хорошо вот ну куда ж вы денетесь без ремонта никуда вы не денетесь без ремонта вот кстати варианте фэн-шуй путеводитель уровень любитель там как раз вот про ремонт и будет написано где можно где нельзя вот очень подробно все это как раз расписано если очень хочется начать то вот 5 января включается ретроградный меркурий а у нас 10 дней праздников поэтому вот с 1 по 5 у вас есть момент когда начать вот можно 24 до до эти даты что 24 что 29 они потрясающие даже для начала ремонта может аймагуль можете делать и раньше 27 декабря как угодно просто он вот так идеально подходит вот та уборка которая для усиления иммунитета дома она вот или 24 или 29 вот а если у вас есть сила и возможность генеральную делаете раньше у вас есть вот завтрашний день пожалуйста так верочка все-таки что будет на мастер-классе на мастер-классе я вас научу как строить полет звезд как рассчитывать эти полеты каждый год и каждый месяц потому что они летают по-разному точки отсчета разные мы научимся вы узнаете об значениях этих звезд вы научитесь расселять эти звезды зодиакальные дома восточных животных вы научитесь расселять эти звезды в сектора своей квартиры зачем это в быту и в жизнь это вот самый интересный вопрос но вы же хотите знать когда у вас могут быть неприятности да когда это вот сравнить вот это прогнозирование она сравнимо это не тот прогноз что печатается в газете на потребу водолею то-то то-то этому то-то то-то вообще непонятно о чем говорят в общем какой-то словоблуде это не то этот прогноз у вас будет сравним как будто бы вот представьте что у вас хороший автомобиль но вы не знаете пути и если перед вами вот дорога известняковая с булыжниками какой-то участок да вы раз вы разогнались и вынесетесь на скорости свыше ста километров и по этим булыжникам а когда вы будете знать что впереди у вас такой сложный участок дороги тогда вы естественно снизите скорость и пройдете этот участок на первой скорости вот это для чего вы будете знать когда проблемные энергии будут в вашем зодиакальном доме про водолеев ничего не подскажу надежда я буду подсказывать про тигров про быков про обезьян про кос про петухов про кроликов про лошадок про крысок а водолеи это западная система вот верочка я ответил на ваш вопрос поэтому лучше научиться этой техники цена абсолютно смешная вот его в год барана не только про барана правцу правда не скажу она не может понять на что идти идти тут только на мастер-класс все остальное вы можете приобрести и делать звезда это это методика вы ее приобретаете это файл вордовский файл вы его распечатаете и будете делать в течение месяца когда вот нам будет написано 4 января то-то 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 вот берете делаете то-то то-то там 10 января у вас то-то 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 берете делаете это вот денежный календарь а путеводитель это инструмент на весь год где подробно расписано каждая энергия на каждый месяц про каждую звезду все написано что с ней делать как с ней подружиться как ее утихомирить если она плохая если она хорошая что там делать вот кто-то спросил куда поставить швейное оборудование компьютер вот в календаре вы это можете узнать фэншуй путеводители вы это можете узнать а если вы пойдете на мастер-класс вы научитесь это рассчитывать сами и всегда будете знать куда же ваш компьютер поставить куда же поставить ваше швейное оборудование куда поставить ваш рабочий стол чтобы деньги на вас сыпались как из рога изобилия потому что вы будете знать денежные места в своей квартире вы будете знать денежные периоды в своей жизни вот это что верочка ну вот срочно духа подогреть это 30 число у нас подогреете но 25 случится раньше вот если на все пошла то вот календарь денежных активаций самое то на январь месяц взять фэншуй путеводитель для любителей и мастер-класс прийти этому научиться самой все сделать вот это будет замечательно если вы уже что-то знаете что в чем-то разбираетесь то вот фэншуй для профессионалов фэншуй путеводитель и там все написано очень подробно и там очень много техник разных и для романтической удачи для академической удачи и для бизнеса вот там на целый год все активации собраны вот просто настольная книга начинается январь месяц открываем фэншуй путеводитель для профессионалов и делаем все активации написано перестановочку сделать тогда это написано вот уйти из этой комнаты значит вот это вот я когда-то применял я знаю что это работает а между прочим когда вот я увлеклась фэншуй вот уже очень серьезно и где-то с 2002 это был такой любительский уровень книги какие-то вот в 2007 году я уже пошла в академию то есть я уже в восьмом году познакомилась ябчен хаем и моя вот карьера она ну за три года я из главного экономиста до ушла до заместителя управляющего понимаете вот да милочка ну а как же астропсихологию я использую в комплексе и бадзы вот когда делаю какие-то консультации я беру все системы что я знаю я посмотрю по восточной методике я посмотрю по астропсихологии и по харарам посмотрю и по таро посмотрю по нумерологии посмотрю нет любочка я не выучил китайский язык я выучил несколько иероглифов которые мне нужны для работы вот 22 иероглифов бандзы еще там несколько в цемень сложнее вот ну как-то это сильно то не требуется потому что там иероглифы они разговаривающие такие символы поэтому мне как-то вот достаточно ну я не знаю может я сюда иду до этого и начну учитель китайский а нумерологию да и нумерологию сейчас я изучаю нумерологию по таро я начинала давно давно вот по нумерологии там по пифагору вот это вот матрицу составляли вот это вот а сейчас я уже более туда поглубже нырнула еще раз натали с чего начать в зависимости от того что хотите хотите научиться все делать сами мастер-класс астрологии фэн-шуй я вас там буду ждать 25 декабря до 25 числа вам надо успеть вот завтрашний день вам на оплату вот здесь я вас научу делать эти прогнозы знать свойства этих звезд предохраняться от них если они плохие обманывать даже иногда звезда прилетела вас дома нету так тоже можно делать а вот если вы хотите увеличить финансовый поток то вот совсем скромно то согревание денежной звезды на месяц взять за 500 рублей если по серьезнее есть и желание и запросы и амбиции то вот календарь денежных активаций на месяц на январь там много разных потому что по базы а получается что если вам допустим полезен огонь по жизни вот по вашей астрологической карте тогда денежный дух он очень быстро вам ответит очень быстро среагирует вот у меня после согревания свечи приходят заказы приходят какие-то возможности заказывать люди консультацию даже вот ну просто падали деньги когда вот я согревал 10 числа еще так удивилась а вроде бы у меня и так вот много всего надо поставить дай-ка я и вдруг мне по партнерской программе учитель у которого я училась рекламировала его курс он не заплатил для меня это и вообще этих денег не ожидала не утрасы свалились но свалились очень вовремя потому что сразу собралась на другое вот у супруга бывает что он то не знает что я тут свечки то жгут но он это чувствует он сразу заходили так опять свечки жгли я чё это такое а потому что вот там три заказа уже стоит у сына студента у него тоже как-то интересный вот он на иногда и сам зарабатывает уже начал потому что студент кому-то там компьютер починит кому-то что-то там сделает а а иногда то бабушка ему раз подарит то еще тут ему вот в окошко ему свою деньги он тоже у меня тут подключен к одной очень интересной программе и вот так раз и тогда вот передайте ваня пожалуйста вам хорошо пожалуйста передам ой для быка людмила вам надо подождать следующего года вторую половинку юго-западный сектор кровать ставим юго-западный сектор вот это будет самая лучшая активация потому что вторая половинка придет оттуда вот если вы туда поставить это будет очень здорово а аймагуль я очень много прочитала книг натальи правдиной пыталась применять ее но что-то не видно не так делала ничего не пришло я тоже начинала с книг натальи правдиной но понимаете ни один мастер классический свои секреты не выкладывает в книги на всеобщее обозрение наташа она совместила две методики позитивную психологию и вот начальные знания по фэн-шуй но вот мне немножко не нравится что она ушла вот в эту сувенирную китайскую продукцию и она она стала ученицей лилиан ту она вот ее поклонница она у нее учится очень много но вот я вот вам пытаюсь объяснить не забывайте что у лилиан ту это бизнес китайских эзотерических сувениров она их производит и она их продает по всему миру а так как у этой женщины достаточно сильная энергетика она пытается это навязать всему миру и заставить нас поверить что эти лягушки и хаты и драконы и прочее прочее бижутерия будет очень хорошо работать а вот все мастера у которых я училась они знаете как но нравится тебе лягушка ну поставь нравится тебе вот это вот ну поставь это твоя вот нравится тебе делай не нравится но не делай а вот я использую вот что в своих вот мои активаторы фэн-шуй свечи вентиляторы фонтаны аквариумы музыка ну вот код манок это ну разновидность мобиля и вот этот ветрячок это тоже разновидность мобиля так людмила она уже стоит там эта кровать тогда вот в эту дату вы эту кровать вернее до 24 числа до 1300 аккуратненько вынесите из это или чуть-чуть подвиньте а в 1300 поставьте на место то есть сделайте символическое действие что вы поставили в этом месте кровать но похоже вы там спите одна кровать у вас двуспальная или у вас диван который называется аля спи один так у кого вы учитесь по нумерологии 2 витарио мажестик мило я змея уже два года в активном поиске своего мужчины милочка следующий год будет на всяком случае должен быть вашим звездным часом если только вы не прячетесь дома надежда япо бадзы я бы сказала если бы вы потому что потому что я знаю что один из моих учителей делал давал нам такую технику когда можно заставить человека делать то что он не хочет всего лишь знаю его элемент по бадзы надежда у кого вы учились напишите мне пожалуйста вот людмила до кровать большая сплю одна плохо выходим на охоту для кролика светочка они не активаторы фэн-шуй они активаторы живой энергии вот так вот чтобы не было застойной энергетики в доме вот так краденого так я по бадзы господин дня янское дерево вот у нас вот когда в доме вообще нет никакой сказки скотины четырех лапой нет ни попугайчиков ни рыбок ни кошек ни собак это достаточно плохо во первых вы не приучаете детей к милосердию это раз не при не приучаете детей к заботе о братьях меньших это два а вот и эти вот животные когда нас нет они живут бродят же по комнатам то есть они нет не позволяют застаиваться энергией вот мы когда приезжаем к девушке с бабушкой гости вот у нас не не спит только папа вот все остальные как эти сон нам было начинают пообщаются немножечко с бабушкой с денежкой и все засыпут чуть ли вот прям не за столом потому что уже там не кошек не собак они по по комнатам уже не движутся то есть настолько инская энергетика это просто беда печалька что делать у меня оба окна выходят на трассу проезжей дороги мне кажется что все мои деньги уходят с этой дорогой и там каждый день бешеный поток машин а я могу попробуйте занавешивать окна вот если и другой вопрос если вы видите уходящий поток тогда может быть ваши опасения оправдываются а если вы видите входящий поток то это все таки чуть чуть лучше если захотите вы видите не скажу приходите на мастер-класс я вам все расскажу для кого какой год и какая удача будет ожидать вот а то я вам сейчас все расскажу вы ко мне не придете вот наташенька я желаю вам найти свою вторую половинку вот мой мастер говорит что если человек женщина в разводе это очень хорошо взять свою девичью фамилию потому что вы продолжаете питать своей энергетикой ушедшего мужа вот позволяете ему его финансовый поток увеличивать вот и не исполняйте свою жизненную миссию ну вот аймагуль тогда попробуйте занавешивать окна поставьте на окошке цветы чтобы вы не видели вот этого вот быстрого конечно это не очень хороший фэн-шуй но как-то все равно от него можно защититься поставьте цветы с февраля милочка ну я не знаю феврале вот он будет сейчас 25 декабря мелиса ну вот у меня у самой есть эти электронные гаджеты но я-то профессионал я все равно возьму лапань ну некоторые пользуются но я вот сравнивала что-то у меня отклонение немножко бывают в принципе можно почему нельзя если у вас есть компас телефоне пользуйтесь обучение будет длиться но вот так же как наш вебинар 2 но может быть три часа мы уложим сам вот этот мастер-класс ну я рассчитываю что в два часа мы должны уложиться все будет зависеть от ваших вопросов какой какой ближе к вам какой ближе к вам все равно если вот вы смотрите в окошко и возвышение и как бы ну вот как потечет вода мастер нас учил вот так как течет вода вот если пойдет дождик как потечет вода до машины поедут в обе стороны потому что у них есть и газ и мотор а дождик все равно потечет только в одну сторону то есть вот исходя из этого какой больший кусок приходящие воды вы видите ли уходящий милочка но я же вам сказала это вот ну два часа вот все это техника это это фэн-шуй вы будете изучать лет м на и количество а эту технику которая входит в состав этого обучения вы послушаете ее за два часа за один вечер и будете делать дома строить эти карты уже самостоятельно может она и гуля может все могут если захочет все могут так но я больше не буду испытывать терпение не организаторов не ваша я постаралась ответить на ваши все вопросы спасибо вам большое за внимание с вами было не нель смолина консультант по фэн-шуй я желаю вам счастливого нового года и жду вас на своем мастер-классе или если есть желание то вот мои денежные продукты которые поправят ваше финансовое положение всего доброго не нель огромная благодарность за выступление видите люди даже вас не хотят отпускать вопросов много но конечно уже специфические такие вопросы кто имеет нужно идти вот как минимум к нель на этот мастер-класс еще раз говорю мастер-класс будет 25 декабря то есть послезавтра это будет по времени два два с половиной часа там вы можете задавать более конкретные вопросы но опять же тоже до известных пределов что какие то вопросы может быть вы можете решить и сами приобретя вот скажем календарь завтраку реквизиты искать кому писать светлана зачем завтра пишите прямо сейчас нам сюда вебинар . надеюсь активации сейчас ли она все сбросит вам вот календарь денежных активаций пишите сейчас в skype ко мне я пока на связи значит смотрите у не нель там пока мало еще реквизитов она просто в этой партнерской программе только недавно зарегистрировалась у нее яндекс и карта сбербанка также если вам этого недостаточно пишите мне или вот еще моя помощница елене лен сбросить свой skype тоже пожалуйста и мы вам можем дать следующие реквизиты paypal кстати сейчас paypal попробуем сбросить да да тёска благодарю за благодарность так ай могу по времени будет обучение 22 с половиной часа это всего лишь один мастер-класс это не тренинг это не длительно какое-то обучение это может быть вот самое начальное чтобы вы могли сами себе какие-то вещи делать а во сколько вот во сколько я сама пропустила не на вы можете написать во сколько на 20 как обычно так а в 19 вот 19 часов по московскому времени думаю да так значит да по поводу реквизитов для оплаты есть paypal есть webmoney есть киви и можно на приватбанк оплачивать только там нужно делать чуть больше потому что за конвертацию много денег забирается вот есть вестер юнион money грэм контакт золотая корона юнистрим вот про как мастер-класс астрология фэн-шуй аж головная боль прошла но здорово я могу это скорее всего произошла переключка на другую интересную информацию то что вас как-то заинтересовало обрадовала вдохновила и а там видимо может быть у вас был какой-то типа как спазм что ли может быть перенервничали вот и конечно энергия минель смолины и наши два дня голова болела вот и наша общая может быть энергия вам помогли ну скорее всего это произошло все вместе энергия и переключка переключка на какие-то позитивные эмоции так что я хотела сбросить спрашивали спрашивали пайпал сейчас я сброшу если вот какие-то реквизиты нужны прям сейчас спрашивайте я прям сюда могу сбросить вот пайпал если платите если вы находитесь с вами это на американском континенте это америка канада мексика то не 3 процента не надо доплачивать все остальные киви да и сейчас киви сброшу все остальные пожалуйста нужно доплатить 3 процента потому что снимают за конвертацию если вы не платите то я своего кармана должен доплачивать так так пишите что еще нужно а я бы хотела бы пройтись еще раз потому что предлагает не на ну вот я сказала что вот мастер-класс класс астрологии фэн-шуй вы научитесь сами рассчитывать гороскоп по восточной методике для себя и своих близких вот это будет хорошее наполнение к вашей астрологической практике если вы занимаетесь если вы не занимаетесь просто чтобы вот сегодня увидели сколько вопросов задавали и многие вопросы у вас уже сами отпадут мало того что вы сами сможете отвечать уже другим людям такие вопросы то есть это вот такой начальная как бы сказать вступительный урок для получения знаний по восточной астрологии строги сан-шуй и не знаю строги фэн-шуй и строги бандзы это же одной тоже не на нет а строги вот за это большая система да то есть астрологии фэн-шуй это получается что научитесь видеть так так когда переводишь на кошелек да если есть там возможность укажите свое имя то бываешь и мы получаем получаем деньги и не знаем от кого и как только вы сделаете оплату а я могу пожалуйста сообщите мне или елени на skype о том что вы сделали оплату потому что время то действительно остается уже мало один день всего ну и часть дня двадцать пятого ну так нормально я же говорю на skype не пишите а вы имеете ввиду столько моих пишите на skype или они тем более что на киви вы будете именно и оплачивать на и на ее киви телефон смотрите как там удобно вот то есть вы оплатите сразу или на проверить что да платеж такой есть и мы передаем ваши данные мнение нинель смоленная чтобы она вас могла выслать ссылку на ссылку приглашение на вот этот мастер-класс значит что еще предлагает нинель вот календарь денежных активаций где вы сможете уже по календарю конкретно смотреть что вам когда вам нужно активировать сейчас я открою все таки еще не то наговорю я все таки не могу я многое что знаю но не не все а календарь денежных активаций на месяц стоит две пятьсот как нина сказала что вы уже этот месяц уже будете следить за всеми активациями и в течение этого месяца у вас уже активируется канал денежным а там уже сами посмотрите может у вас больше не нужно если нужно то еще но потом можете заказать но во всяком случае на тот месяц на который вы закажете у вас активируется ваш денежный канал так запомнили заявки нет не страшно светлана самара так дальше что на звезда сокровищ на год звезда сокровищ на месяц то есть согревание звезды то есть согревание звезды это понимаю активация секторов в квартире да для каких то определенных задач значит согревание звезды сокровищ на месте стоит вообще всего пятьсот рублей ну я думаю что если вы не уверены что это как это у вас будет работать и вообще не все понятно можете заказать на месяц пятьсот рублей это уж я думаю каждый человек может найти вот если кто уже знает то сразу конечно на год заказ заказывайте то что получается экономит тысячи рублей или вы каждый месяц по пятьсот это получается шесть тысяч или сразу за год пять тысяч тысяч рублей экономите и на карту Смолиной можно купить да конечно там же когда вы делаете заказ татьяна там же выходит карта сбербанка смолины вы у нее же покупаете продукт конечно платите ей я просто предложила свои дополнительные реквизиты для оплаты потому что у нее всего два реквизита это яндекс из беркасса ой карточка сберегательного банка а у нас я уже сказала есть Paypal Webmoney Киви и приватбанк и системы переводов электронных платежей Western Union MoneyGram ВКонтакт Unistream Золотая корона ну хотя я думаю что эти платежи можно и для имени посылать но во всяком случае вы должны написать тогда что какие вас интересуют реквизиты и мы вам вышли так фунтшипов путеводитель стоит 3 тысячи рублей значит путеводитель поможет вам прожить 2016 год устойчивым прогрессом в карьере в бизнесе в финансовых поступлениях то есть вы будете видеть когда и что нужно активировать или куда нужно гулять подскажет как мне попасть в неприятности то есть какие дни вы а лучше не уходить из дома или там не совершать поездок и так далее как не попадать в неприятности какие противоядия использовать для проблемных секторов то есть как нейтрализовать или уменьшить действия негативных каких-то событий и всего лишь следуя советам этого путеводителя вы сможете выстраивать жизнь так чтобы у вас случались столько хороших событий вы сможете наслаждаться плодами ваш хорошего фэншуя и не нужно ходить туда где могут возникнуть безопасности и проблемы не нужно спать и работать в плохих местах а предупредить проблему намного легче всего лишь следуя с предложенным рекомендациям вся информация там подается простым и понятным языком а советы выполняются в стиле а-ля сам без помощи профессиональных консультантов из курса также вы узнаете как уберечь себя и своих близких от проблем и опасности как с помощью годовых энергий можно активизировать удачу привлечь любовь финансовый академический успех в курсе также рассматривается годичные звезды афликции проблемной энергии восемь типов домов ежемесячное описание секторов в которых нельзя делать ремонт и рекомендации получения всех видов удачи а также активации благородных звезд на весь год то есть это как сказать это вы получаете ссылку на запись скачиваете и все это изучаете вот кто-то спрашивал сколько дней там будет длиться обучение мастер-класс мастер-класс это одно это небольшой такой как бы считаю как бы такое знакомство небольшое но в то же время то что на каждый день нужно а вот кто хочет уже посерьезнее вот путь водителя погоду обезьяны вот вы уже изучаете и есть еще предложение фэншуй профи это уже для тех кто очень профессионально этим заниматься это стоит 10 тысяч рублей так понятно то есть вот мастер-класс который на который приглашает Нина Смолина 25 декабря это живой класс то есть онлайн в живое обучение все остальное это все идет вордовские файлы которые вы внимательно изучаете учитесь составлять все эти не знаю как это называется карты наверное я выбираю слова чтобы не сказать неправильное что-то все эти прогнозы расчеты и мастер-класс то есть изучать это в своем темпе там все готово пишет Нина только нужно открыть прочитать и сделать а какие у вас еще вопросы есть сегодня действительно будет интересный мастер-класс вебинар спрашивали у меня про запись запись вы можете получить если вы зарегистрированы на странице приглашения или если вы состоите у нас в чате в скайпе в группу успех и процветания или группа в соц сетях вконтакте а чтобы получить запись вот страница зарегистрирована группа в скайпе есть и группа вконтакте там у нас вовремя выкладываются все записи то есть запись будет к утру а кто на странице регистрируется тот получит на свою почту завтра где-то в районе в 11 утра плюс-минус по московскому времени также есть канал на ютубе вы тоже можете туда подписаться и получать все вовремя все записи ну а вот если вы состоите в группах в скайпе и вконтакте там вовремя все записи все ссылки на записи ссылки на вход ссылки на все продукты которые предлагают нам наши любимые спикеры вот с какими-то вопросами пожалуйста всегда можете обращаться ко мне Залини Просперитес или моей помощнице Елена Ермушина конечно бывает так что мы иногда спим иногда куда-то уходим поэтому если сразу не отвечаем то не надо расстраиваться сильно и переживать по этому поводу значит скоро ответим как только будем на связи ну просто почту и проверяем 1-2 раза в день а скайп все-таки в течение дня всегда включен так ну что какие еще вопросы друзья есть у вас сегодня у нас у вас есть прекрасная возможность попасть попасть на живой мастер-класс на послезавтра поэтому не теряйте пожалуйста такую возможность не упускайте возможность если кто не может присутствовать завтра потому что завтра все-таки 25 декабря у кого-то может быть какие-то вечера уже новогодние будут кто-то католические католическое католическое рождество крисмас будет встречать с семьей в этот эту запись этот мастер-класс получите в записи и сможете потом спокойной обстановке когда вам удобно прослушать замечательные заказы идут я рада друзья вообще мне понравилось сегодня выступление Нина очень такое было насыщенное иногда бывает слушаю одновременно и еще там с кем-то переписываясь ну знаете организаторские дела часто очень отвлекают а тут уже все забросила сидела и только записывала что говорила Нина потому что информации мы сегодня получили очень много которую можно применять которая работает еще раз благодарю вас Нинель за прекрасное выступление благодарю вас друзья за то что вы были с нами сегодня с микро пиццу у нас тоже флажки из разных стран даже флажки которые я не помню Босния Герцеговина Монголия Вау привет вам друзья ну вот Америка тоже есть Германия Италия Украина ну и конечно Россия ну Нину конечно будем еще приглашать я смотрю что она очень интересная интересная тема дает интересно выступает я думаю пригласить ее на тему физиогноммистика чтобы по лицу человека определять что он за личность и чего вообще от него можно ждать как вы меня поддерживаете я же приглашаю тех кто лично мне интересен так ну и рмошина меня всегда поддерживает это понятно а другие меня сейчас слышат или нет вот сейчас уже конец нового года заканчивается это 2015 год и наступает 2016 год а в новом году вас ждут сюрпризы потому что мы очень сильно меняем нашу концепцию проведения таких встреч вот не знаю это будет плохо или хорошо но будет по-другому потому что скучно все время одно и то же делать вот и конечно мне хотелось бы знать друзья что вы кого бы вы хотели увидеть услышать в следующем году да чтобы не было так что я приглашаю спикера а на него приходит 20 человек всего и спикеру обидно и мне я понимаю что скорее всего просто моя аудитория это неинтересно а куда-то он придет там придет на него 200 человек потому что той аудитории он интересен у нас же у всех разные у нас разный возраст разный жизненный опыт разное увлечение поэтому мне очень важно знать от вас обратную связь так что еще в этом году у нас еще 27 числа будет выступление специалиста по тару тоже что-то будет связано с новым годом вот и все а 30 января о декабря все вот думаем устроить здесь просто типа как новогоднюю вечеринку комнате еще не очень представляю себе как это будет может просто музыку включим может быть кто-то из вас захочет выступить даже на камеру в общем напишем в рассылке про это то получится то получится это будет такой эксперимент даже у меня в голове нет четкого плана но я всегда все делаю как бы в потоке так значит у меня слушает одна вера оплатила месяц на яндекс что вы оплатили так календарь денежных активаций а наверное согревание звезды сокровищ на месяц да спасибо вера по моему вы тут одна кто меня слышит месяц согревания хорошо сейчас так хорошо сейчас сообщу так только именно нужны ваши данные потому что на фэншуи там на яндексе там не всегда видно да хотите мастер-класс не отказывайте себе ни в чем он стоит то всего 1280 ну конечно это все относительно я имею ввиду по сравнению со всеми ценами которые у нас здесь бывают да в личку мне сбросьте и сбросьте ваш эмейл да потому что обычно на таких вот мероприятиях да сейчас перед новогодний период когда не знаешь подарки покупать надо и что-то хочется себе может быть сделать и к новому году всего нужно я понимаю такой период нужно вообще целый год целый год откладывать деньги на именно на декабрь на новый год потому что именно в декабре всегда идет очень много всяких всяческих искушений и подготовок нужные подарки и какие-то везде идут как сказать скидки что можно купить только в этом году по этой цене я все собираюсь каждый год начать откладывать отдельный кошелек создать и откладывать деньги на новый год мы забываем так ну что друзья будем тогда прощаться да еще раз поздравляю всех с наступающим новым годом с кем уже не увидимся не услышимся желаю всем успеха и процветания в новом году любви гармонии душей в жизни много радости и чтобы все у вас сбывалось все что вы все что вы загадывайте загадывайте 2016 год пусть все все возбудится то что вам во благо иногда потому что мы загадываем какие-то желания которые нам совсем на самом деле не по судьбе что называется которые нам могут даже вред принести пусть бывают те желания которые приносят благо вам ой много еще можно желать ночью мы еще встретимся и еще будем друг друга поздравлять 30 числа где-то начало наверное в 19 20 20 наверное что-то что-то будем здесь придумывать просто так ничего не будем предлагать на продажу кстати так все друзья желаю всем спокойной ночи хорошего окончания дня и до встречи в эфире